Девушки отдыхают Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 29 декабря 2016 года четверг, по одному из старинных, 19-й день месяца божественного сияния и покоя мира 7525 лета третейник. Мы начинаем живой эфир, посвященный теме «Перспектива русско-германских отношений». И автор-соведущий Вячеслав Васильевич Сеевальд. Здравия тебе, Вячеслав! Здравия, Алексей! Прежде чем мы начнем тему раскрывать, немножко о себе расскажи, чтобы у наших радиослушателей появилось представление о тебе, и они понимали, в каком направлении к тебе можно обращаться. С какими вопросами? Понятно. Ну, если обращаться, то, конечно, можно ко мне на «Т» обращаться, так как на Руси раньше все время на «Т» обращались. Они без разницы, как у возраста и ранга. Ну, как уже сказал, звать меня Вячеслав Сеевальд. Сам я родом из Сибири, родился в городе Томске, прожил там несколько лет. И в 90-е годы мы с предками поехали на Волгу, так как мои корни – это с Поволжья, мои предки, ну, по отцовской линии. И когда вот война была, их депортировали в ссылку в Сибирь. И вот так вот получилось, что я вообще родился в Сибири. А потом в 90-е годы пытались республику возродить в Поволжье. И вот мы, в принципе, с Сибири переехали на несколько лет туда, на Волгу. Но когда видели, что там ничего не было в 90-е годы, я думаю, это все помнят – раздухо, воровство. И в 97-м году мы выехали в Германию с моими родителями. И мы пожили в ГДР в свое время. С 2001 года я живу в Баварии, с 2003 года я предприниматель, пошел в финансовую сферу. Здесь капитал вложения, недвижимость, ну и все такое. И, в принципе, с того времени начался мой путь развития и познавания системы, в которой мы живем. Так как с помощью финансов я видел, что люди мало знают, как их деньги работают вообще, откуда деньги появляются. Ну и больше-больше начал познавать. И вот в 2007 году вышли на господина Жданова, оттуда Петров, и все понеслось, можно сказать. Трехлебов, Хиневич, ИИИ. И вот с 2009 года я полностью вышел в финансовую сферу, когда мы поняли, благодаря Константину Павловичу Петрову, вечную память ему, что мы находимся в глобальном системном кризисе. И вышли полностью в финансовую сферу и начали уже познавать мир более углубленно. То есть наше наследие предков. А с 2011 года, так как я видел, что в германоговорящем пространстве практически о Путине говорили совсем другое, не то, что и происходило в России, то, что он сам говорил, я принял тогда на себя ответственность. И начал вести информационную деятельность. Открыл канал свой на YouTube, сайт The Evolved.ru. И уже с этих лет веду информационную деятельность. Делаю семинары, конференции, также тоже в интернете, платные или безоплатные. И выступаю, и тоже у меня предпринимательская деятельность сейчас. Но больше это туризм уже с Россией связано, продажа алмазных изделий. Но крутится во многом сейчас все это вокруг построения Русско-Германского союза. Потому что я вижу необходимость этого союза на исторической перспективе, которая нас ожидает. И так как у меня в роду отец немец, можно сказать, или как я называю, германец, да, мама русская, то я вижу уже плоды Русско-Германского союза, можно сказать. Только в зеркало посмотреть и вижу, что Русско-Германский союз дает прекрасного всему человечеству. И поэтому мы с единомышленниками занимаемся вопросом, как нам сделать Русско-Германский союз более эффективно. Вот так, в принципе, если в двух словах обо мне. Хорошо, хорошие два слова. Скажи, пожалуйста, а для чего вообще нужен Русско-Германский союз? Неужели так Россия и Германия не могут существовать, как существовали? Ну, конечно, они могут сами по себе существовать, и вопрос только, насколько эффективно это будет. Потому что, если посмотреть с сугубо материалистической точки зрения, то это две важнейшие супердержавы на Евразийском континенте, как и Германия, так и Россия. И если они объединятся и свои, ну как, оба сильные качества привнесутся в совместный союз, то и народы, и страны, они получат от этого только плюсы. Если вернуться, опять же, в историю, то последнее 20-е столетие, опять же, войны были между русскими и германцами. Опять же, это два братских народа, потому что мы знаем, ну исходим из того и знаем, опять же, что германцы или, ну, те народы, так скажем так, которых называют германцы, у них все равно у нас один исток, издаримы. И, в принципе, многие в Германии об этом тоже знают и тянутся интуитивно так же тоже к России. Вот, и если Россия с Германией не будет дружить, то вероятность, опять же, большая столкновение. Да, опять же, дранг на хвост, как говорится, да, никто не отменял. И мы видим расширение НАТО, и для этого Германия и используется в том числе. Ну, а если взять синергетически, с духовной точки зрения, мы, в принципе, в первую очередь с этой подходим линией. В космосе-то есть две изначальные энергии, это мужская и женская, и когда они объединяются, создается что-то третье, то есть рождается, опять же, потомство, сотворение происходит. И если взять, как вот мы Россию называем, ну, это я так вот германцам объясняю, соответственно, то есть мы Россию называем так же, как в Германии, называют Мютерхин Руслан, то есть матушка Россия. А вот германцы, они называют свою, ну, родину, можно сказать, фаталан, то есть отчизна. То есть, образно говоря, в Германии отец, а в России это мать. И вот если опять отец с матерью объединится, да, то это будет очень хороший союз и плодотворное сотрудничество, опять же, от которого получат плюсы наше мнение то, что все люди на Земле. Потому что задача русичей и германцев предложить всему человечеству новый путь развития. Серьезные перспективы, серьезное видение. А насколько это реально? Насколько Германия готова подружиться с Россией, так по-серьезному семейный союз, как ты говоришь, такой создать для порождения чего-то нового? И насколько русские люди готовы с германцами стать братьями уже пополноценными, а не просто так Россия-Германия, братья навеку? Ну, надо подходить более обширно к этому. Надо разделять в первую очередь. Есть элиты германские, которые во многом заинтересованы только в сотрудничестве с Британией, Израилем и Америкой, потому что они, Германия до сих пор уже оккупирована, страна еще, и эти структуры привели к власти. Они не заинтересованы в сотрудничестве. А сам народ, он тянется интуитивно к России. Ну, опять же, я вот много езжу по Германии, по всему германоговорящему пространству, ну, с выступлениями, так просто лично. И общаясь с людьми, многие чувствуют родство с Россией и хотят более тесных отношений с Россией. И они понимают прекрасно, что только Россия, образно говоря, может им помочь опять освободиться Германии. Даже многие призывают, что Россия приди, освободи нас снова. Ну, и также тоже в России я вот был в этом году даже четыре раза в России. Хоть в Крыму я был, был в Сибири, был в Алтае, в том же самом, даже небезызвестный Валерий Викторович Пякин с ним встречался тоже. Мы разговаривали, записывали интервью тоже насчет Герусия. То есть, так мы союз называем Герусия. Кстати, если мы когда узнали потом, это с древнегреческого, это Совет Мудрецов назывался так раньше, Герусия, древнегреция. Хоть Валерий Викторович Пякин, хоть другие эксперты говорят о необходимости создания Русско-Германского Союза, то есть о плюсах об этих. И также тоже в России, без разницы, с кем бы я не разговаривал в России и не затрагивал этот вопрос, все открыты к этой теме и только за создание Русско-Германского Союза. То есть, получается, люди, простые люди, они согласны, а какие-то там элиты играют в свои игрушки, в Германию, в Россию? Конечно, так оно и есть. Поэтому, в первую очередь, при создании Союза надо опираться на народ и создавать, ну, как можно так сказать, народную дипломатию. Я бы так бы сказал бы, то есть, когда народ общается и снизу строит Союз, потому что, да, он будет более устойчив и более стабилен. Хорошо, хорошо. Теперь давай рассмотрим варианты. Когда, на твой взгляд, при каких условиях возможен этот Союз уже не просто на уровне обыкновенных людей, а на уровне политических высоких таких кругов? Ну, для этого надо понимать, опять же, Германия до сих пор еще это оккупированная страна. Хоть госпожа Меркель, хоть господин Гаук президент, они исполняют указания из Вашингтона во многом. Или из Брюсселя того же самого. С той политической элитой, которая в Германии находится на протяжении уже десятилетий, русско-германский Союз не построишь. Потому что, как я уже сказал, они во многом не заинтересованы в создании. Когда Путин приезжал и выступал в Бундестаге здесь, или как он еще называется, Райстаг, правильно, когда он выступал там в германском соответствии, он, образно говоря, протягивал руку этим политическим элитам. И тогда, когда еще Шрёдер был у власти, пошло более такое тесное сотрудничество между Россией и Германией. И выстраивался мост Париж-Берлин-Москва. Но, опять же, и американским элитам, и наднациональным структурам это, как говорится, как кость в горле, если будет в первую очередь союз между Россией и Германией. Поэтому Шрёдера заменили на Меркель, а Ширака заменили на Саркази. И они оба были, ну, проамериканские, соответственно, политики. Поэтому для построения союза нужна новая политическая элита в Германии. В 2017 году в Германии будут выборы. Вероятность есть, конечно, что опять выберут Меркель, по крайней мере, назначат. Но у нас есть определенная такая временная перспектива, это 2021 год. Потому что к 2017 году предоставить такого народного, я бы так сказал, лидера, я еще пока это вижу нереально. Пока еще то общество, оно не объединено до конца, как надо. Не объединено. И они не смогут объединиться для достижения вот этой вот цели, то есть привести своего кандидата. А 2021 год, это уже реально. То есть за 4 года, я думаю, в Германии обстановка с беженцами, с этими, она будет дальше ухудшаться, в принципе. Многие начинают просыпаться, что касается этого именно. И понимают, что та политическая элита, она сдает сейчас Германию и ведет ее к полному уничтожению как Германии, как страны как таковой и замещения коренного населения на иностранцев, соответственно. Но если привести к 2021 своего кандидата, то открываются хорошие перспективы. Потому что, если посмотреть, в Америке выбрали Трампа. Трамп сразу сказал, что он планирует прийти на 2 срока, то есть на 8 лет, опять же, по 4 года. Посмотреть, если Трамп будет, вот его выбрали 4 года, соответственно, и 4 года, то есть 8 лет. И это получается, он будет до 2024 года в Америке. И, если посмотреть, Владимир Владимирович Путин опять будет выбираться, мы исходим из того, что он в 2018 году будет выбран, опять же, он будет на 6 лет выбран. То есть он останется тоже до 2024 года. И вот как раз тот президент, который будет выбран Германией, мы надеемся, к 2021 году, у него будет возможность в течение этих трех лет договориться и с Путиным, и с Трампом. Во-первых, а, чтобы был наконец-то создан мирный договор между Россией и Германией, потому что с юридической точки зрения, может, слушатель даже не знает, что Германия и Россия находятся до сих пор в статусе войны, как, в принципе, и с Японией. Это почему ведутся договора эти. И также тоже, я думаю, и Трамп, он будет более лоялен к этому, если Россия и Германия будут совместно более сотрудничать. Потому что, кстати, у Трампа есть германские корни, так же, как и русские, в принципе. То есть ты, скажем так, думаешь о том, что элиты, которые сейчас находятся у власти, они не кем-то поставлены, они сами пришли, и, в общем-то, они за то, чтобы и Германы, Российский Союз, и Американы, Российский Союз состоялись? Ну, чтобы состоялся у Германа Российский Союз, и они, конечно, полностью не заинтересованы в этом. Потому что, если на Евразийском Союзе будет союз между Россией и Германией, то тогда, ну, образно говоря, ни Китай, ни Америка в мире править не будут. Потому что тогда возродится, ну, будет золотой век, о чем многие мечтают. Но они более лояльны к этому, и если договориться с ними, конечно, должен будет какой-то торг, то это вероятность уже намного больше, что Русско-Германский Союз состоится. Но, опять же, политические элиты, если взять вот Германию, они будут все равно заменены, потому что народ понимает, куда их ведут, образно говоря. И вот эта вот партия, альтернатива для Германии, которая набирает все больше оборотов, там здравомыслящие люди, которые придут к власти. И у тех политиков, которые до сих пор находятся в Райстаге, у них, в принципе, есть три выбора, как мы вот так вот видим. Потому что все-таки эпоха Волка уже началась-то, и уже другие энергии идут. И для них есть выбор такой, ну, три. Или они сами меняются и остаются у власти, дальше управляют, но работают во благо народа. Или они отходят от власти добровольно, и к власти приходят те люди, которые на самом деле готовы работать на благо народа и вывести Германию на новый уровень развития. Ну, а если они будут строить козни какие-то или проблемы создавать, то для этих элит, можно сказать, и приугоден третий вариант готов, их вынесут просто-напросто ногами вперед и все. То есть энергии уберет. Потому что новая эпоха, тут совсем другое будет. Не так, как глобальные элиты себе запланировали. Ну, опять же, мы видим в Германии состояние какое-то с беженцами. Все это, опять же, делается для того еще, чтобы ухудшить состояние Германии и разбавить местное население, во-первых, численность. Во-вторых, опустить швину, сейчас я по-русски скажу это слово. То есть такой духовный уровень, который в Германии был наработан за последние десятилетия, его опустить ниже, соответственно, чтобы люди стали еще более примитивны. Ну, по нашему мнению, это не получится. И у германцев есть хороший сейчас такой временной у них отрывок есть, несколько лет, где объединиться и, ну, обратно говоря, дать врагу по зубам. Потому что когда германцы, они тоже такие, как Русича, они долго терпят, терпят, но потом, когда время приходит, ой-ой-ой, мама, не горюй. Понятно, понятно. То есть ты полагаешься на то, что сверху нам помогут наши предки, наши боги всегда с нами, и поэтому все должно сложиться как должно, а не то, что вот как кто-то там хочет, скажем так, чтобы не дразнить гусей-то, наверху, в каких-то политических кругах. Конечно, уже на более тонком плане Русско-Германский Союз состоялся. Я заявляю это в прямом эфире, и я знаю, что так оно и есть. В этом году были очень важные вещи, сделанные в явном мире, в физическом мире уже произошли, где Русско-Германский Союз, опять же, объединился, но уже в маленьком масштабе. А сейчас задача тех людей, кто понимает, помнит свои корни, понимает актуальную ситуацию, которая в мире, и что для этого надо сделать, чтобы изменить ситуацию к лучшему, их задача объединиться для совместного будущего. И мы видим перспективу, как вот такой главный проект, над чем нужно работать, это создание Русско-Германского Союза. Потому что если он состоится, то есть на разных приоритетах, это не только экономическое, да, это и духовное, это и культурное, это и научное. То есть сотрудничество на всех приоритетах, то и в России произойдет колоссальный взлет, и также тоже в Германии, но и по всему миру. И будет по-другому, наши боги, наши предки, они уже, как, это уже предрасположено к этому, что это будет дело времени, и все, опять же, зависит от людей. Теперь расскажи нам вкратце, что сейчас происходит в Германии для наших радиослушателей, какая там установка? А что интересует, экономическая или политическая? Как живет простой народ? Что рассказывают из зомбоящиков, и как себя ведут приезжие товарищи? Понятно. Материальное состояние у людей ухудшается. Вот мы приехали в 97-м году, мы еще захватили марки тогда. На 100 марок раньше можно было полную тележку закупить. Сейчас на 100 евро, то есть это 200 марок, можно сказать. Можно сказать, половину тележки купишь, только не больше. Народ все больше работает и меньше имеет. То есть масса населения. Конечно, часть лидов, они все больше имеют тоже, а масса беднеет. Зомбоящик на протяжении десятилетий уже вещает одну и ту же программу. Америка друг, Россия враг. Все, что плохое. О чем в СМИ, в принципе, российские во многом они и правы, то, что показывают. Во всем России винят и Путина. И когда были вот эти мероприятия на Украине, зомбоящик тут вообще показывал противоположное тому, что было на самом деле. Что в 2014-2013 году, ну и последующие логично. И что, в принципе, повело меня в 2014 году запустить петицию. Я думаю, многие знают наш канал Russia Today, который успешно по всему миру вещает. Вот. И я видел, когда в 2014 году, что рассказывал Беркут, что простые люди рассказывали и в Украине, что происходило на Майдане, и что западные СМИ показывали. Совсем противоположное тому, что было на самом деле. Я задал вопрос наверх. Силыш, ничего не надо сделать, чтобы это СМИ наконец-то прекратилось. Ну и мне опять же пришла информация сразу, что надо обратиться к российскому руководству. Ну вот мы запустили прошение, чтобы канал Russia Today сделали свое обещание и на немецком языке. В 2014 году мы запустили прошение, набрали больше 30 тысяч подписей людей здесь. И 6 ноября 2014 года РТ начало свое обещание и на немецком языке тоже. То есть мы видим, что наши действия, они приводят к результатам. И сейчас Russia Today дает хороший такой подспорь и показывает людям другую точку зрения, а не то, что показывают в СМИ. Но опять же многие люди в Германии, они не имеют телевизоров вообще, уже причем очень долго. Газеты на протяжении уже нескольких лет, они все меньше и меньше продают свои газеты. С одной стороны это конечно и интернет дает этому, как участие в этом тоже. Но и простые люди понимают, что как СМИ врут. И когда вот когда было на Украине опять же все это, народ в Германии, он сказал, да вы достали, вы что лжете. И появилось даже такое слово в Германии, люгенпресса. То есть лжепресса. И люди называют средства массовой информации официально, что они лжепресса, потому что много раз их ловили на лжи уже. Поэтому опять же очень много людей, они уже не верят СМИ, сами информируются в интернете, но до сих пор СМИ имеют очень большую власть. Здесь это никто не отрицает, конечно. А что касается новых приезжих сюда, во многом это оккупанты, которых сюда осознанно завозят для следующей бойни. Мы видим, готовят резню в Европе между христианами и мусульманами. То есть над государственной элитой, чтобы сократить население, ну и другие цели реализовать соответственно. Они ведут себя во многом хам, ну как нахально. Мы видим просто разницу. Я могу сказать, мы сами были когда-то в кавычках так называемые, ну может быть, беженцы или приезжие. В 1997 году мы приехали сюда, и мы видели на своем примере, как с нами было отношение. Хоть это были чиновники, хоть это были полиция, это очень важно. К примеру, если вот русские когда-то с немцами или подрались, так там полиция так загибала, что от наручников шрам оставались на руках у парней. И, к примеру, если кто-то зуб выбил, ну подрались просто, тысячами выплачивали тогда марок еще люди. А сейчас они воруют, они насилуют. Это и есть. Грабят там. И их, можно сказать, отпускают. И они живут, многие из них, в хороших, новозделанных домах такие. То есть, ну большие, правда, да. А мы раньше жили, это бывший советский пионерский лагерь был. Там один душ для мужчин и для женщин. В столовую надо было идти на улицу там. А эти им дают хорошее жилье, они говорят, нам недостаточно, еще платите там. И они, можно сказать, ни за что получают деньги тоже. И многие из местных тоже видят, что они работают, чтобы вести концы с концами. А тут, образно говоря, их деньгами забрасывают. И поэтому у них еще такое, что у мигрантов, которые завозят сюда, что они как будто как новые корольки, так образно говоря. А местные должны как рабы на них работать. И поэтому ведут себя по-хамски так. И население, опять же, германское, оно терпит, терпит все. Но я думаю, рано или поздно у них терпение тоже лопнет. И, слава богу, я, опять же, благодарю богов, хоть так, я надеюсь, местное население наконец-то проснется. Потому что пока есть, что в холодильнике поесть, и тепло в квартире, опять же, многим ничего не надо. Их не интересует. А когда меняется ситуация, многие начинают задумываться, искать ответы на свои вопросы. И приходят к тому, что всю систему надо менять. Понятно. В общем, такие радикальные действия нас ожидают в Германии, как минимум, да? Хорошо. А окружение вокруг Германии? Ведь существует еще большая страна Франция, большая страна Испания. Там ведь, наверное, каким-то образом тоже товарищи с Югов понаехали своими чемоданами. И тоже как-то себя ведут не очень хорошо. Какие-то есть оттуда разговоры, какие-то оттуда посылы по этому поводу? Конечно. Миграционные проблемы и миграционный кризис по всей Европе. В одних странах больше, в других меньше. Германия как центр Европейского Союза, с экономической точки зрения, это локомотив Евросоюза. Конечно, многие едут сюда, потому что они могут здесь не работать и получать хорошее пособие. Швеция та же самая, вот если я сейчас о юге сказал, я могу не только о севере, допустим, привести пример. Швеция долгие годы была как таком примером для подражания, что касается миграционной политики. Туда многие ехали, и они процентуально, посмотрите, в процентах больше всего принимали мигрантов. Сейчас уже в Швеции официально заявляют о крахе миграционной политики, потому что происходит замещение, опять же, те, кто приезжает, они рождают детей, а местное население, оно не рожает так, как надо, соответственно, в том количестве. И в дело времени, соответственно, места становится меньше, других больше. И те наглеют еще больше. Ну и та же самая ситуация и в Италии. Допустим, в том году был в Италии, смотрел, как на улице пройдешь, вот мы были в городе, ну портовый город, черные, там, арабы, все это, они ведут наркотики, продают, ведут себя соответствующим образом. И во Франции те же самые проблемы, в Австрии, я вот сам живу на границе, Австрии, Чехии и Германии. То есть от меня Чехия 60 километров, Австрия 60 километров. И как раз вот, когда был наплыл большой беженцев, или мигрантов, назовем так, мы сами видели все это, как происходило. И те же самые проблемы и в Австрии, и в других странах. Поэтому хоть во Франции, хоть в Австрии, хоть в Германии, придут более национально ориентированные элиты, которые будут прекращать или запускать процессы в противоположную сторону. То есть на более, на суверенитет свой. Потому что сейчас ни Германия, ни Австрия, ни другие европейские страны, они суверенитетом своим собственным принципом не обладают. Хорошо. В общем, та же самая ситуация, как я наблюдаю, везде. В общем, как бы то ни было, страны, получается, вся Европа оккупирована. Вопрос, кем она оккупирована, и как это все дело поправить, да? Ты сказал, что надо подготовить своих лидеров, которые смогут прийти к власти. Прийти к власти как? Через выборы? Конечно. Только эволюционным путем. А дадут ли правильно выборы провести? Сейчас же все электронное. Там нолик подписал, нолик убрал. Да и раньше тоже. Я, насколько понимаю, по всему миру было введено голосование не личное, а заочное. Ну, как бы заочное, в смысле, когда человек не светится. Ты не знаешь своих результатов. Ты что-то бросил куда-то, это отметка без номера, без твоего имени. Оно, что есть она, что нет. Можно вместо нее любую другую бумажку положить, она будет точно так же выглядеть. То есть, нет какой-то системы проверки. Анонимное голосование получается. И бросили, например, там, 10 тысяч за кого-то, потом эти 10 тысяч можно изъять и так же с галочками за другого положить, потому что бланки одинаковые, фамилии нет, проверить невозможно. В электронном так вообще там проще. Программист поставил нужные цифры и все получилось. Как-то подставил нужные цифры на избирательных участках, тоже все получилось. Так что такой эволюционный ли это способ? Может быть, это все-таки не совсем эволюционный? Может, какие-то другие варианты есть? Другие варианты, они в Германии, в принципе, невозможны. Революционные. Может, во Франции это и возможно? Не-не, я про революцию не говорю. Я прекрасно понимаю, кто организует революцию, на какие деньги и что из этого получается. Я говорю, может быть, какие-то другие есть эволюционные способы развития ситуации, изменения ситуации? Ну, если мы говорим о политической системе, то здесь только с помощью выборов можно что-то менять. В принципе, мы и... Я вот лично призываю людей голосовать за альтернативу для Германии на следующих выборах. Что касается фальсификации, и в Германии происходит фальсификация выборов. Это не надо думать, что здесь в Германии такая честная демократия, и все здесь дозволено, и все правильно считают. Очень много раз на выборах в Германии люди доказывали, что фальсифицировали. Но... Ну, показали... Как выборы в Германии... Ой, в Америке показали. Можно было бы и у Трампа сфальсифицировать выборы, то есть с выборщиками, что пытались... Но когда чересчур большое превосходство, то там уже... Это чересчур очевидно будет, соответственно, что это будет сфабриковано уже. И так же тоже и в Германии. Если это в маленьком количестве, то, конечно, можно там подкрутить или нарисовать что-то. Но если целый народ во многом в большинстве своем проголосует за кого-то, то это будет очевидно, и с этим должна будет считаться элита и в Германии тоже, как в Америке, например. И поэтому мы, что касается политического вопроса, видим только честные выборы, честную политическую борьбу. А вот другими методами, то здесь, конечно, каждому надо работать над собой. Нет, и то, что другие методы мы уже с тобой обсудили, мы не рассматриваем. Мы рассматриваем варианты выборности. Но, опять же, мы рассматриваем варианты честной выборности. Дело в том, что, вот ты говоришь, народ, когда проголосует, в большом количестве элитам придется считаться. Во-первых, каким образом сам народ узнает, как он проголосовал? Ведь смотри, пришел ты на участок избирательный, что в России, что в Германии, что в Англии, что в Канаде, я не знаю, где угодно. И получается следующее. Ты бросил анонимный бюллетень с поставленной галочкой. Другой бросил. Вот, грубо говоря, миллион человек бросили этот бюллетень. Но этот миллион между собой не связан никак. Вот мы с тобой находимся в разных местах. Я не знаю, как ты проголосовал. Но хорошо, мы с тобой еще по скайпу можем связаться, по телефону поговорить. А мои соседи, например, в соседней деревне или в соседнем городе, да в соседнем районе, или в соседнем доме даже. Я не знаю, как они проголосовали. Народ не знает, как проголосовал. То есть нету альтернативного какого-то банка, куда бы, например, приходили параллельно копии избирательных вот этих бюллетеней. Ну, например, человек приходит на избирательный участок, он ставит, там свой паспорт показывает, вот, ему выдаются бланки, выдаются комплект бланков, где, например, три бланка под копирку, где написан номер этих бланков одинаковый, уникальный, где он вписывает своей рукой, например, или уже вписан там что-то еще, он ставит подпись на всех трех бланках, ставит подпись там еще кто-то и так далее. После этого он ставит галочку, под копирку там все то же самое проставляется, и стоит, например, два ящика. Первый – это официальное голосование, он туда бросает первую копию, второй – это, к примеру, неофициальное голосование, он может стоять не в избирательном участке, а рядом с ним, а третий – он забирает с собой. И в том случае, если вдруг по каким-то причинам что-то не срослось, где-то что-то кто-то там подбросил или есть подозрение, то в этом случае человек, придя домой, может войти на сайт, указать свой номер, прям кладет перед собой бланк, указывает номер такой-то, 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 фамилия какая-то, такая-то, такая-то, имя-очень, такое-то, такое-то, окей, открывается перед него бланк, он сравнивает, похож на тот бланк, который он клал или не похож, похож, и потом нажимает «Да, согласен», и перед ним открывается весь перечень, но, конечно, не голосовавших, а весь перечень таких же проголосовавших, ну, ответов, вернее, с голосами, результатами голосов, которые люди также заходили и также вставляли свои бланки. И получается, что это независимо, где-то должно находиться какой-то независимой компанией. И тогда можно сверить очень просто. В этом случае тогда подлоги уже в меньшей степени возможны, потому что люди могут проверить, люди могут увидеть, люди могут связаться, могут создаваться какие-то клубы, не партии, а какие-то клубы, например, по поддержке того или иного депутата с обсуждениями, и будет понятно, кто сколько чего проголосовал и так далее. То есть не анонимное, а сделать открытое голосование с возможностью проверки как на официальном, так и независимом, так и личном уровне. Вот только в этом случае что-то можно изменить. Все остальное это жонглирование бумажками. Как проголосовали, неважно, главное, как посчитают. И на каком уровне будет вброс, на верхнем, на среднем или на нижнем, разницы нет. Эти могут вбрасывать на нижнем за свою партию, на среднем эти могут убирать, потому что, например, непредставители другой партии не согласны, убирать и вкладывать свое. А на высшем вообще скажут, ребят, вы что-то разошлись, нам нужен вообще такой результат, ну, условно в кавычках. Так что я вижу не то, чтобы нам надо сразу пытаться голосовать, а я вижу, что нам надо сначала добиться выборов, если уж мы хотим за выборы, таких, которые невозможно фальсифицировать, где невозможно что-то изменить, где есть контроль. И уходить надо от анонимности, хотя бы на анонимности личной, чтобы мне выдавали мой бланк, где стоит моя фамилия, имя, отчество, мои там данные какие-то, я ставлю свою подпись и так далее. Вот только в этом случае что-то можно изменить. Все остальное-то опять мы будем тратить время на игрушки. Да, какой-то там что-то, такой-то шум прошелся, ребята за голову сверху схватились, ай-яй-яй, народу много подтащилось из-за этого депутата, например, из-за этого кандидата. Но не более того, народ сам не знает, сколько чего проголосовали, сколько по ящикам показали, столько он и поверил. Так что вот так вот как-то. Ну да, согласен во многом то, что сказал. Поэтому та руководящая элита, которую поставили в власти, она, конечно, не заинтересована в таком методе голосования, о чем ты сейчас описал. И, конечно, она будет всяким, ну, по нашему мнению, пытаться препятствовать этому, введению такого метода. Но, опять же, вот могу сказать пример. Я в Германии сам голосовал несколько раз уже. и приходя на выборы туда, на место, там люди, ну, простые наблюдатели есть. И, конечно, простые люди, они должны интересоваться как и политической системой в целом, как и выборами, следить и осматривать эти процессы, отслеживать. Но, опять же, я могу просто сказать, выборы в Германии, надо понимать, Германия-то, она Германия. То есть, она хоть маленькая страна, но она поделена на 16 земель. И в каждой из земель как и своей партии, так и свое представительство от них в Берлине потом есть. И выборы в других землях в Германии, они показали, что альтернатива для Германии, она все больше и больше набирает вес и поддержку общества. И они, конечно, они пытаются еще и затормозить этот процесс и с фальсификациями, и оболгать их, и, но наше мнение то, что этот процесс не обратим уже. И дело времени, и это в Германии, соответственно, поменяется политическая система, но, конечно, надо менять и улучшать политическую систему. Я согласен, это не только в Германии, но и во всем мире. Алексей? Да. Я просто зачитал сучат, как раз реплику одну здесь читал. Здесь одна реплика появилась, вы представляете, сколько это будет стоить? Так, друзья мои, если правильно все сделать, ничего это для государства, ничего это для страны стоить не будет. Объясню, почему. Дело в том, что, когда люди понимают, что спасение утопающих дело рук самих утопающих, то они просто-напросто создают некую некоммерческую структуру для удовлетворения своих потребностей. то есть какое-то или потребительское общество, или просто общество, не знаю, как там в Германии, как там в Америке, но вот какое-то общество. И после этого ставятся, они уведомляют, уведомляют, не ставятся, а уведомляют, что это общество создано для поддержания, для отслеживания, для мониторинга, слова такие подбирая иностранные, которые понятны в современном мире, для мониторинга голосования, для того, чтобы избежать фальсификаций. Они просто ставят в известность власти и рядом с избирательными участками, например, стоит человек с ноутбуком, с компьютером, с планшетом, как угодно. Это не запрещено. И каждый человек, который выходит, он вводит свои данные, заголосовал, нажимает Enter и это попадает на независимый сервер. Я думаю, что не так много избирательных участков и не так много нужно будет людей. Регистрация такого сервера, она очень недорогая. Создание такого сайта, оно тоже очень недорогое. И тогда люди хотя бы будут знать, за кого они проголосовали. И просто-напросто в интернете вбрасывается через сарафанное радио о том, что вот смотрите, мы создали, вот готовятся выборы, теперь смотрите, как вас граждане будут обманывать или не будут обманывать. И мы все это увидим. А потом вы все это увидев, сможете предпринимать уже действия. Протесты, заявления, суды. Уже будете решать, как вам это больше нравится, как это все больше подходит. То есть, если государство, состоящее из людей, не желающих нормально жить на этом свете, блокирует всевозможно правильные выборы, то люди по нашему же представлению, по нашим правилам жизни могут сами создать систему выборов. И никто не имеет права запретить это сделать. Никто. Это не является актом протеста, это не является каким-то бунтарством, это защита прав населения. Альтернативная, параллельная, как хотите. Все. Только надо указать, что возможны провокации, кто-то будет со своим планшетом стать компьютерами. А так вообще, пожалуйста, вы можете подойти и проголосовать. Вам светиться там где-то вы не будете, вы просто сможете зайти на сайт и увидеть, как это все проголосовало, указав свои какие-то контрольные вопросы, свои какие-то еще там данные. Это уже придумывается, как сделать. Правильно. Но так можно сделать. Тем более, что земство в Германии, землячество или земли, они, в общем-то, как ты правильно сказал, живут своей жизнью, и у каждой есть свой устав и возможность как-то проявлять себя. Так что ничего проблематичного здесь я не вижу. Никаких затрат, государственных денег я здесь тоже не вижу. Это ответ на реплику в чате. Было бы желание, то, что называется. Конечно. Так, теперь давай мы поговорим о вообще, насколько в Германии известны отношения с Россией и как они известны. С каких времен Германия и Россия с точки зрения простого обывателя немецкого воюют, дружат, какие-то союзы, может быть, известны, или все время там русские это гады, медведи, которые так злобно с германцами обращались. Вопрос интересный. Стараюсь. Ну, молодец. От качества вопроса зависит и качество ответа. Для большинства населения Германии русско-германские отношения начинаются только с королевских семей, то есть романовские союзы и свадьбы и для многих людей, которые не знают настоящую историю Германии. Те люди, которые просыпаются и возвращаются к своим древним ведическим корням, они понимают, что русские германцы это один и тот же народ, что раньше здесь на территории Германии жили другие люди и вот остров Рюген тоже самое, Буян, как его Пушкин писал, Аркон, она стоит на Рюгене, а это сейчас принадлежит Германии, это земля. Вот, и Рюрик отсюда пошел, но многие это знают, кто интересуется этим. В основном это русскоязычные люди, кто древние пласты поднимает. Простая масса людей, они понимают прекрасно, что в 20-м столетии Россию и Германию стравливали, и ни Россия, ни Германия от этого не получили плюсов. Только потеряли большое количество населения и свою власть в определенных местах. И они так же понимают, что будет хорошо и Германия, и Россия, если будет союз между ними. Но, опять же, для этого, чтобы этого не состоялось, для этого используются СМИ. Они играют колоссальную роль в создании мнения, что Россия это плохо, Америка только это хорошо. Те, кто интересуются политической системой, они прекрасно понимают, что в прошлом были такие политики, как Бисмарк, которые пытались наладить более тесное сотрудничество с Россией. Но, опять же, те люди, кто интересуется этим многим, они боятся высовываться на публику и заявлять об этом. Если, допустим, русский скажет, Бисмарк хороший политик был, патриот Германии, надо к нему обращаться, то это одно. А если германцы будут говорить, например, даже о Бисмарке, то для многих это уже сразу нацист, фашист и так далее. И они боятся получить это клеймо и об этом во многом даже не говорят. Потому что надо прекрасно понимать, те германцы, о которых мы говорим, тут дух Шиллера и остальных, он во многом ушел или притих, потому что германцами их сделали немцами или дойчи, всех, можно сказать. Их перевоспитали после Второй мировой войны. И из народа патриотов и таких самоуверенных людей во многом сделали слабаков и маминьких сыночков. Глубоко к этому надо подходить, конечно, воспитание, но в первую очередь это перевоспитание после Второй мировой войны. Но те люди, кто понимает это всему и с этим не согласны, многие в подполе, можно сказать, работают, объединяются, сильно не высовываются, но люди на земле объединяются, создают свои общины и даже частично готовятся к серьезному противостоянию внутри Германии. Понятно. В общем, русские враги готовятся Третья мировая война, да? Да нет, внутренним противостоянием я имею в виду с мигрантами. Для тех, опять же, для патриотов Германии, ну, те, кто национально настроен во многом позитивно, они практически поголовно, они все за Россию и за Русско-Германский Союз. А вот те либерально ориентированная часть народа, она, конечно, против Союза. Но, опять же, это те либералы, которые правили долгое время и в Германии, они пытаются всеми методами задержаться еще у власти, но наше мнение их время пришло, они уйдут рано или поздно, потому что та идея, даже кто-то вроде сказал, я помню, сказано, та идея, которая пришла время, и никто уже не сможет ее остановить. И то же самое и в Германии, что Русско-Германский Союз, это по нашему пониманию, это та идея, это тот проект, куда направив ресурсы, в первую очередь, внимание, это самый главный ресурс, дело времени и в Германии кардинально улучшится ситуация. Скажи, пожалуйста, а какие известны факты, исторические факты известны о взаимодействии Германии и России, например, перед Первой мировой войной, перед Второй мировой войной? Я понимаю, что эти вопросы, особенно касающиеся Второй мировой войны, очень жестко, многими отсекаются в Германии, просто даже не рассматриваются, иногда с немцем начинаешь разговаривать, он говорит, я не буду на эту тему говорить, просто не буду. Даже вот касаемо техники, например, германской, где-нибудь в музее стоит, грубо говоря, танк, о его характеристиках расскажут, а как он применялся, все, затыкаются, потому что он применялся на войне, про войну ничего говорить нельзя, мы гады, мы негодяи, мы тут столько людей погубили и так далее, и тому подобное. Вот какие факты известны исторически современным германцам, почему, и следуя из этого, почему возникали эти конфликты, какие-то выводы, если известны факты, люди делают для себя? Ну, опять же, простой обыватель, он вообще такими вопросами не задается, а те, кто интересуется этими вопросами, они прекрасно понимают, что англосакси стравливали Россию с Германией, для ослабления, опять же, и России, и Германии, и установления своего порядка. Ну, а что касается совместных проектов до, например, Первой мировой войны или до Второй мировой войны, что касается этого, я сам сильно не историк, можно сказать, но есть люди, которые могут, сказать, вот там, Брест-Литовское соглашение, к примеру, было какое, и даже Третий рейх, как они сотрудничают с ними. Конечно, сотрудничество шло всегда между Россией и Германией, вопрос только, как интенсивно и на каких приоритетах. Но опять же, вот что касается Первой мировой войны, многие в Германии, я назову их так, патриоты, они прекрасно понимают, если бы Россия не ввязалась в войну с Германией, то Германия победила бы, как англосаксов с французами, а Россия ввязалась, и тот же Кайзер, то есть король, который был заинтересован, чтобы Ленин пришел к власти и сменил руководство России, чтобы завязать фронт, соответственно, на Втором фронте остановилось все это, почему и Ленина пропустили с помощью Германии, не с помощью, а по Германии, и финансировали это все. То есть, опять же, те элиты, которые у Германии, они во многом, даже в прошлом, искали свою собственную выгоду. Они не были настроены на плодотворное и созидательное сотрудничество с Россией и Германией, хоть это и до Первой мировой войны, и до Второй мировой войны. И вот здесь, мне кажется, что в новое время те люди, которые придут в власти, они будут работать все-таки на созидательные цели и на созидательные проекты. И в этом кардинально наша ситуация отличается от предыдущих столетий. Когда ты говорил про то, что Германия была заинтересована в смене политической власти в России, то, в общем-то, да, там известна поддержка, известны пропускания про мобилированные вагоны, но все-таки победили деньги других банков из-за океана, американские банки, и там все пошло несколько по-другому, потому что, помимо Ленина там был еще один товарищ, да не один, а их много было, да и сам Ленин тоже неоднозначный персонаж, которому необходимо было охвататься и выживать, потому что втянулся уже. Так что, да, история покрытая мраком, но, как видим, ничего хорошего из этого не получилось. Известно только одно, когда революция произошла, был подписан мир Германии с Россией, фронт сразу замолчал, кто-то говорит, что это был позорный фронт, либералы кричат, кто-то говорит, что это был не фронт, а позорный договор, кто-то говорит, что это был правильный договор, и России, Германии нужна была передышка, но потом вдруг ни с того, ни с сего Россия возобновила какие-то действия на фронте, хотя, казалось бы, у вас разруха, тут надо подниматься, зачем надо двигаться, и Германия тут же опять ответила и пошла вперед. В общем, много чего тут было интересного, и воспользовались страны-антанты тем, чтобы ударить в очередной раз спину. В общем, и Россию на колени поставили, и Германию на колени поставили. Другое дело, что в России оказалось чуть побольше ресурсов, как-то выплыли, а Германия оказалась очень сильно придавлена, и на этой основе, в общем-то, национализм развился, развился уже до состояния нацизма, и вот уже Адольф Гитлер, всем хорошо известный, сумел прийти к власти после определенных, опять же, действий из-за рубежа поддержали специально товарищи. Так что постоянно англосаксы мутят воду вокруг России при помощи кого? При помощи турок на юге, при помощи Германии, стравливают то турок с Россией, то Германия с Россией, то Россию с Германией, и мы сейчас, в принципе, видим продолжение этой истории, мы видим, как развиваются российско-турецкие отношения, мы видим о том, как развиваются европейско-российские отношения, потому что, ты правильно сказал, на мой взгляд, что Германия оккупирована, как оккупирована вся Европа, и неважно, кто находится сейчас у власти в Европе, главное то, что говорят тем, кто находится у власти, и они рот разевают уже по указке, под тем листочком, который им прислали откуда-то. В общем, такая беда. Так, ну что, вопросы поступают у нас в чате, давай перейдем к ним, поговорим с нашими радиослушателями, а то как-то мы с тобой между собой устроили, интересно, конечно, все. Вопрос эфира от Антона, крепкого здравия, я знаком с Йоханнесом Хаммершмиттом, прошу прощения, если неправильное ударение делаю, все-таки немецкий немой родной язык, он борется за осознанность в Германии, немецкий русскоязычный видеоблогер, заединение нас, ты знаком с ним? Лично нет, даже не слышал о таком. Ясно, но раз упоминаются нашими радиослушателями разные фамилии людей, которые борются за союз России и Германии, это говорит о том, что ты, во всяком случае, не одинок, и твои соратники тоже не одиноки, значит, с разных направлений идет это движение. Дальше, вопрос эфир от Владимира Изматиевича, когда немецкий народ свергнет оккупационное правительство? Такой вопрос, сразу Владимиру, когда в России свергнут правительство, если ответ на такой, когда в Украине, когда в Белоруссии, когда, что там где-то у нас, Польша, в общем, когда вообще народы избавятся, можно так вот развивать. Ну, хорошо, вопрос от Владимира, когда же все-таки немецкий народ свергнет оккупационное правительство? Мы надеемся как можно быстрее, но опять же, свергнуть здесь, а кто придет после них? Вот в этом как раз вот и загвоздочка и есть, что обычно приходят к власти еще хуже люди, те, которые были до этого. И здесь это не просто свергнуть, и все, надо же иметь знание об этом, как управлять и куда ввести страну, опять же. но по нашему мнению это произойдет в 21-м году. Да, как так говорят, свергнуть сразу мне представляют, что именно вихри враждебные веют над нами, сразу красные флаги, околушки, на шапках красненькие, винтовки и так далее, и тому подобное. Так что по поводу свергнуть, это не наш, наверное, метод, нам надо как-то искать другой вариант. А самый, мне кажется, простой вариант, это когда люди начинают понимать, что первое, так жить нельзя, второе, что у нас есть великое наследие, не противостояние, а объединение, и у нас есть поконы, как нам жить. Вот когда вот эти три момента сходятся воедино, то тогда люди начинают несколько по-другому себя вести в этой жизни. И они без всяких революций, без всяких потрясений просто начинают управлять. И те, которые находятся у власти, хотят этого или не хотят, ну кто поглупее, те не хотят, и будут какие-то стычки, ну когда народу много, там просто делается, приходят люди, говорят, дружище, ты нас не устраиваешь, пошел вон. Те, кто поумнее, а есть такие все-таки в властях, они начинают понимать ситуацию и начинают говорить, ну наконец-то народ проснулся, пора послужить народу. Так что, когда все вот так произойдет, как я говорю, очень все быстро произойдет, безболезненно, без революции, без каких-то потрясений. Разрухи не будет, будет счастье и радость. Дальше. Вопрос эфир от Антона. Как дела у белого братства в Германии? Я в белом братстве никаком не состою, поэтому не могу сказать, как у белого братства состоят дела, но те, кто объединяется во многом, белые люди, у них, я бы так бы сказал, присутствует тенденция к нацизму во многом, потому что они понимают, нужна какая-то идеология, идея какая-то, на какой почве объединяться, и многие пользуются идеями как раз Третьего Рейха, что во многом это было неправильно, если анализировать, опять же, потому что позитивный и такой здравый национализм это хорошо, но когда перерастает это в нацизм уже и в шовинизм, опять же, то здесь плохо, и вот многие, опять же, так называемые объединения белых людей, они против всех остальных, и поэтому здесь надо понимать то, что это должно все в меру быть, и как у них обстоят дела, я не знаю, но я знаю о других, что люди, которые просыпаются, объединяются в разные вообще структуры, но у них во многом одна и та же проблема, и ни денег не было достаточно, ни не было еще тех лидеров, которые бы задали вектор развития этих объединений страны в том числе. Хорошо, про Белое Братство поговорили, еще же есть Белое Братство несколько другое, где там все по-другому не буду рекламировать, поэтому как бы не запутаться, какое Белое Братство имеется в виду. Вопрос эфира от Антона, что поведаешь Эр Саре оппонентке землячки Меркель? Сара Вагенкнехт здравомыслящий политик, ее только главная проблема, она не в той партии состоит, потому что партия левых, она никогда не будет главствующая в Германии у власти, и поэтому если бы она состояла в какой-то другой партии, вероятность большая, чтобы она добилась высоких результатов, хотя она в Рейстаге выступает все, но это на самом деле понимающий политик, здравомыслящий, причем затрагивающий и глобальные вопросы, в том числе глобальной политики, но сама партия левых и те структуры, которые фашистские вокруг левой партии, они не позитивны, можно так сказать, поэтому если бы Вагенкнехт сама выступала на выборы, я бы даже лично за нее проголосовал, но не за партию левых. Понятно. Ну, когда говоришь, что ты здравомыслящий политик, но состоит не в той партии, то сразу под вопрос ставится здравомыслие. Если здравомыслящий, то он должен как минимум в той партии состоять. Вопрос дальше развивать, если дальше, то в этом случае, а должен он вообще в партии состоять? Может быть, здесь необходимо что-то другое, не партия, а что-то другое, чего сейчас нам явно не дают создать и сделать. Вопрос эфир? Можно я просто допомню? да. Опять же, любую партию в Германии взять, хоть я назову германские слова, это ЦДУ, СПД, Линке, Грюне и Эфтепе, вот, это, можно сказать, такие пять главных партий. Куда бы ни пойди в любую партию, они все под куполом, они все управляемые и там все настолько жестко толполитаризм, поэтому Вагнг выбрал для себя видно более-менее оптимальную партию, которая по идеологическим направлениям ей подходит, поэтому с помощью партии левых, где она состоит, соответственно, она и поднялась туда. А те политики, которые беспартийные, их во многом задавливают, те политические партии, потому что они как раз предоставляют угрозу, что они идут напрямую от народа уже, а не состоят в каких-либо структурах. Поэтому, мне кажется, Вагнг выбрал меньше зол для себя. Хорошо, идем дальше. Как в Германии поддерживают высокий культурный уровень населения? Вот давай сразу два момента рассмотрим. Поддерживают как? Это понятно, да, ты ответишь. Но другой вопрос. А является ли нынешний уровень культуры высоким у населения? Кроме как улыбки у меня этот вопрос ничего сейчас не появляется от него. Во многом без культуры. Вячеслав, что мне это напоминает, когда раньше в Советском Союзе говорили про Ленинград, говорили, о, это культурный центр, это культурный центр, там все по-другому. Когда сейчас приезжают люди в Ленинград и потом возвращаются и говорят, это какая-то помойка, извините меня, ленинградцы, питерцы, извините, но просто люди приезжают и говорят. То же самое говорили про Москву. Москва это столица, раньше говорили, все чистенько, хорошо, сейчас приезжают, говорят, это Москва-бат. Вот, поэтому если кто-то за границей давно уехал, например, из России и говорит, ну как там поживает столица или как поживает культурная столица, если так вот тоже он спрашивает, у многих это вызывает такую саркастическую улыбку или улыбку через слезы. Вот, мне кажется, ты сейчас примерно так же улыбаешься к этому вопросу. Приблизительно, да. Потому что то культурное наследие, которое у германцев было, во многом оно испарилось уже и не присутствует. Те же самые процессы и в других странах происходят, что интернет, вот это все, новые СМИ, новая культура интернациональная, то есть как мировая, которая навязана. Народ слушает американскую музыку, молодежь поет, американские песни, выглядят они так же хоть в Германии, хоть во Франции одеваются одинаково. И та культура, которая на самом деле должна присутствовать в любом здравом обществе, ее в Германии уже нету. И те, вот говорят, пример, взять вот этот Октоберфест в Мюнхене. Вот я от Мюнхена жил 140 километров, к примеру, и был на Октоберфесте, то же самое. Многие думают, о, это культура Германии. А если посмотреть, опять же, что это такое? Ну, это самая большая попойка в мире. Вот все только видят, хорошо, там можно покушать, там пиво выпить, если кто еще употребляет этот яд, это яд, а зайти за кулисы, посмотреть и увидеть там пьяных, которые валяются в своей собственной блевотине, извините меня за выражение, то это во многом культура Германии тоже стала. И то общество, которое стало в Германии, во многом приезжие, они не хотят интегрироваться, внедряться в это общество, потому что они понимают прекрасно, смотрят, семьи во многом разрушены, то есть нет гармонии мужчин и женщин, детей они практически не имеют, многие просто имеют собачек и кошечек, культура, они свою собственную культуру не знают, и причем они боятся даже свою собственную культуру продвигать, потому что их сразу нацистами заклемят, в Баварии это немножко по-другому, потому что исторически по-другому сложилось такое, а вот в других землях они своей собственной культуры практически не знают, и ту культуру, которую массово навязывают это, это во многом это без культуры и сатанизм. Тогда, наверное, надо какие-то стереотипы нам поломать, которые в головах русских людей существуют насчет Германии. Первое, это хорошая экология, это хороший высокий уровень жизни и достатка, это стабильность в работе, это хорошие продукты, ну, начиная, например, от зелени, заканчивая колбасками, это, если пиво, так это замечательное пиво, которое самое хорошее, ну, может быть, там еще что-то, вот, и культура имеется в виду культурное наследие, какие-то выставки, галереи, музеи и так далее. если проходить по каждому из этих стереотипов, то я могу, конечно, ответить и по каждому, пиво, оно есть в Германии, качественно, оно славится не просто так по всей Германии, но побочный эффект от этого пива растет брюхо, и титьки растут, кто хочет это, пускай употребляет и дальше это пойло. И вот взять далеко пример, то же самое господин Жданов, он это рассказывал, и вот как представляют истинного, ну, баварца то же самое, вот, или истинного немца, это человек в шляпе, у него там эти шорты, ледорхозы, так называемые, да, из кожи, и с брюхом, то есть, как раз вот этот побочный эффект того же самого питья пива. Жизненный уровень, жизненный уровень с материальной точки зрения, да, он относительно высокий, здесь спор нет, но, чтобы его иметь, люди работают, некоторые с пяти до пяти, понимаете, это не просто так деньги даются, многие, масса людей, она живет на полторы-две тысячи евро, хоть это звучит много, но если все отнять, и жилье, и все остальные расходы, то многие сводят концы с концами, но опять же, материальная точка зрения это одно, а вот духовное, душевное развитие, это во многом хромает, и те люди, которые с России приехали, просто вот даже этот вопрос закрыть, они чувствуют, этого не хватает, и вот допустим, вот мой брат, к примеру, в том году уехал в Россию, то есть уже на ПМЖ, я планирую также тоже уехать в Россию, и чтобы там мои дети росли, потому что я вижу то общество, во многом больное общество, которое создали здесь в Германии или в Европе в целом, в Германии в первую очередь, потому что мы о ней сейчас говорим, я понимаю, оно идет сейчас на данный момент, или нет, я правильно сформулирую, оно шло до сих пор в направлении уничтожения и замещения другими людьми, где и семья имеет более важную роль, и культура имеет более важную роль, и люди знают свои корни, свои предков и питают от этого силу, а многие опять же их от своих корней отрубили, и поэтому они не читали ни Шиллера, не слушают ни Баха, ни остальное. В общем, разрушил ты все представления о Германии, все вообще разрушил. Ну как теперь жить простому русскому человеку на свете? Германия очень хорошая страна, это здесь как я и разрушил, но и так я могу и создать новые образы, понимаете, германцы это очень хороший народ во многом, здравомыслящие, если касается определенных вопросов и порядочен, и если они что-то делают, то можно положиться, что там на самом деле будет качественно сделано. Я живу в Баварии, потому что там далеко ходить не буду, у нас дорога, ну автобам, соответственно, скоростная, так у нас больше 100 километров, там вообще ни ограничений, скорости, ничего нету, поэтому кто хочет покататься на самом деле на хороших дорогах и с быстрой скоростью, милости просим в Германию. Здесь и чисто у нас во многом и порядок, и много есть хорошего, но те частично даже искусственные образы, которые были созданы, хотя Германия раньше это имела, и те вот стереотипы, которые у людей есть, я просто-напросто немножко подправил, я бы так бы сказал, чтобы люди опустились наземную в реальность ту, которая существует в Германии. В общем, немножечко ты все-таки так поднял, поднял представление, хорошо, поеду кататься на автобанах. Ладно, дальше продолжаем, вопрос эфира от Дмитрия. Здравия всем, как повлиял выход Британии из Евросоюза на экономику и ситуацию Германии? Жители Германии почувствовали? Благодарю. Германия не вышла с Евросоюза. Они... Нет, нет, Британия, Британия вышла. Британия, да-да, извиняюсь, Британия, она не вышла с Евросоюза, они только сделали референдум. До сих пор ведется товароборот с Британией, как и в предыдущие годы. Для Германии Британия с экономической точки зрения играет очень важную роль. Она вроде бы или пятая, или четвертая, ну как, по значимости, или пятая, или четвертая страна для Германии, куда германцы производство больше всего экспортируют. Если с экономической точки зрения посмотреть, немцы не почувствовали еще это пока на себе, потому что не было последствий никаких. Но если Британия выйдет из Евросоюза и будут введены ограничения какие-то экономические, то, конечно, они почувствуют. Взять, к примеру, те санкции, которые ввели против России, то я могу сказать, германский бизнес это очень сильно почувствовал. В первую очередь агрария. Агрария? А что они почувствовали? Ну, как что? Если раньше они экспортировали продукцию свою в Россию, хоть это йогурты, хоть это те же самые колбаски или что-то, что-либо. А когда санкции ввели, то многим просто-напросто рынки закрыли. А сегодня, в наше время-то создать это не проблема, а вот рынок сбыта найти, это проблема. И сейчас, что Германия имеет, она потеряла во многом большой рынок Россию. По многим приоритетам причем. И те компании, которые раньше тесно сотрудничали с Россией, они сейчас не имеют таких не тесных связей, не в разных соответственно направлениях экономических, я имею в виду, в первую очередь. И тот курс рубля, который был раньше, он позволял больше продавать в Россию, потому что логично, русские могли больше купить на свою рубль, а когда рубль опустили, то продукция подорожала в два раза. И компания, немецкий бизнес, соответственно, он почувствовал это очень сильно на себе. И в том числе они ведут политику, такие элиты, я имею в виду, экономические, что нам нужен новый курс для русско-германских отношений, и поэтому экономические элиты, они во многом тоже заинтересованы в пророссийском руководстве Германии, я имею в виду. То есть, получается, вот эта так называемая изоляция, она не на Россию в первую очередь повлияла, а на тех, кто поставлял в Россию что-то. Конечно. Ладно, идем дальше. Вопросы продолжают поступать в чате Народного славянского радио. Мы озвучиваем следующий вопрос. От Дмитрия. Какова политика Германии в отношении владения огнестрельным оружием у населения? Много оружия на руках или мало? Носить оружие можно или нельзя? Хороший вопрос. Что касается оружия Германии. Германия одна из тех стран, где население коренное население имеет очень много оружия на руках. Они даже имеют по количеству больше стволов, чем армия Германии. Люди. В Германии уже на протяжении несколько лет ведется ужесточение политики, чтобы иметь оружие у себя. Для этого использовались теракты определенные которые частично были созданы спецслужбами как раз чтобы ужесточить наказание имения наносения оружия. Как такового оружия германцы не носят и не имеют права. Чтобы его держать там надо и в сейфе держать там надо пройти обучение для этого и и и. Но население вооружено и даже частично оно вооружается дальше. Потому что они прекрасно понимают если будет жесткое время а оно может прийти потому что те так бы мягко сказать те бандформирования которые во многом состоят из не германцев соответственно да они вооружены и вооружаются и те населения они понимают что вот например год назад взять когда было в Кёльне полиция не смогла защитить население и они говорят если вы нас не можете защитить то мы сами будем себя защищать и своих детей вот а взять к примеру в Баварии то же самое если человек идет в национальной одежде то есть баварской национальной одежде он имеет право носить с собой нож баварский нож я имею в определенной форме как он выглядит потому что это часть соответственно одежды то же самое это признанно в Баварии допустим такой есть в других землях я не знаю есть такой закон или нет но вот просто носить ствол с собой конечно такое нет вот интересно если одежда где топорик можно носить саблю ну саблю нас казаки могут носить иногда на праздниках так я не видел чтобы они ходили с саблями с нагайками ходят да вот так чтобы с саблями ходили по улицам не очень видно заметно а вот с топориком так чтобы уж если чего так эх хорошо ладно идем дальше если вдруг знаете какая там национальность может с топориком ходить то мне напишите может я из этой национальности так дальше 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 вопрос эфира по твоему мнению Вячеслав существует ли тайный документ который до сих пор должны подписывать все канцлеры федеральной республики Германии при вступлении в должность это так называемый канцлер акты я думаю что да то есть на поклон кому-то должен прийти да а кому ну Вашингтон и это был пример когда Меркель ее привели к власти первую куда она поехала на поклон и это до сих пор еще есть это после того как Германию Америка оккупировала ввели и законодатель в Германии до сих пор нету своей конституции с юридической точки зрения Германия это фирма и для этой фирмы было создано определенное законодательство так называемый Grundgesetz и вот в этом законе в этих законах там прописано этот закон теряет свою власть когда народ Германии выберет для себя свою конституцию там это прописано и я говорю в Германии даже нет конституции а с юридической точки зрения действуют законы еще нацистского времени к примеру и поэтому и вот договор вот этот есть и канцлер акта я думаю это все есть то есть вполне возможно Германию привести в порядок исходя из тех документов которые сейчас там существуют получается так да вполне было бы желание но это делать не так-то просто для этого должен быть не один какой-то лидер как вот к примеру раньше был Гитлера привели к власти он был в свое время хороший оратор и он воспользовался этим но сейчас вот в Германии мне кажется то что должны быть ну я так в Германии говорю нам нужен коллективный Путин потому что опять же в России многие надеются он Путин он все сделает а что ты сделал да для поставления чтобы Россия была сильная и так что же в Германии многие надеются на кого-то они сделают а что ты сделал каждый ну людей а что я могу отвечать многие и вот в Германии так оно и есть а те люди кто выскакивают образно говоря политики даже вот далеко ходить не будем бывший ауссенминистр это министр иностранных дел как вот в России Лавров раньше был в Германии господин Вестервеля может быть даже кто-то слышал такую фамилию он в свое время заикнулся надо чтобы Америка убрала свое атомное оружие с Германии на то время этот министр он был лидером партии ФТП так что его быстренько главного поста убрали и вот недавно он от рака скончался то есть такие процессы тоже идут и поэтому мы говорим надо не один человек какой-то чтобы заявлял правильные вещи а сотни и тысячи людей и образно говоря тогда всех не уберут так вот ты мне навеял в советские времена такая ходила поговорка не спрашивай что Родина сделала тебя ответь что ты сделал для Родины стал говорить про коллективного Путина не спрашивай что Путин сделал для тебя что ответь что ты сделал для Путина хорошо так пошутим и идем дальше вопрос в эфир из Москвы Вячеслав а германцы объединяются как-нибудь я имел ввиду исконных германцев скорее всего так благодарю объединяются я уже сказал есть разные сообщества но опять же вот далеко ходить не будем взять юридическое направление что Германия до сих пор оккупирована страна так там более 100 разных организаций всяких разных которые в принципе добиваются одной и той же цели чтобы Германия стала суверенным государством но каждый поднимает свой флаг и говорит и вон только подход самый правильный а все остальное это от лукавок как говорится от сатаны и так и в других направлениях опять же если какие-то здравомыслящие люди появляются пытаются эти структуры развалить или подмять под себя но в этом в принципе с одной стороны и проблемы но и с другой стороны и плюс есть пока они рассредоточены эти все ведутся объединяющие процессы но рано или поздно будет озвучена на всегерманском уровне идея о создании русско-германского союза и с нашей точки зрения как раз это то направление и тот проект где многие до сих пор еще разрознанные структуры и объединения они объединятся для одной цели создания русско-германского союза и когда он будет достигнут автоматически реализуется очень много вопросов будут сами решены назревает такой вопрос у меня хорошо в Германии такие действия проводятся германцы начали думать и понимать о том что надо с Россией дружить и такие союзы со стороны Германии при посылке посылок России со стороны Германии проводятся ты сказал что да люди многие в России сказали хорошо но если скажем так представительство русско-германского германа русского союза в России создан нет такой ячейки когда будем создавать я за дружбу с Германией когда будем создавать в 2017 году ну вот уже 29 значит 30 31 значит через два дня сначала мы создадим Германии как сообщество с юридической точки зрения это называется Феррайн ну сообщество где как раз главная цель это создание русско-германского союза а дело времени создаться и в России такая структура которая потому что если юридическая уже есть какая-то организация оно имеет совсем другое влияние если пример я Вячеслав Алексей или еще Леван или Петя Вася каждый будет заявлять сейчас главная цель наша тех людей которые хотят русско-германский союз это распространение этой идеи во-первых о создании русско-германского союза и второе важно что накачивать матрицу этой идеи и рано или поздно и она материализуется в разные проекты и в конкретную структуру которая будет работать над этим вот может слышали в этом году был не поезд дружбы а поездка дружбы с Германией простой народ собрался сказал мы хотим поехать в Россию и поехали в Россию тем самым показать то что коренные немцы настроены позитивно к России и они были вот в Калининграде в Питере и в Москве и 250 человек вроде бы их поехало на следующий год планируется опять такая поездка но еще больше будет народу и вот на следующий год я планирую тоже принять участие в этом году я не мог так как был в России и люди делают уже совместные проекты и в первую очередь конечно надо делать совместные проекты а в какой юридической форме это организовано это уже второстепенно ты мне поясни пожалуйста ты мне поясни пожалуйста как эта поездка проходила какая цель где размещались куда ехали как ехали и так далее расскажи о ней более подробно Алексей много я тебе не могу объяснить другим людям потому что я не был в организационном совете что касается этой поездки но я знаком с организаторами со всеми кто это организовал и насколько я знаю эта поездка была в августе сделана где простые германцы поехали в Россию они договорились с разными организациями в России которые помогли их разместить к примеру они размещались у простых людей к примеру или в школах где-то в разных местах где им предоставляли место ночевать но цель какая была сделать совместные акции к примеру они там раздавали еду или ходили на памятники к примеру возлагали цветы и тем самым акции делали и показывали что германцы замер а кто конкретно за этим стоял какие структуры какие люди к этому причастны были я сейчас по имену не могу назвать в Германии могу сказать это доктор Ротфуст и Райна Шо Тауэр это вот с Германией которые были и они на следующий год опять это организовывают сайт у них называется дружба.инфо это ихний сайт хорошо хорошо думаю что если будет заинтересованность и необходимость в нашем участии мы поддержим такое хорошее дело на следующий год нужна помощь будет сейчас уже можно сказать поэтому кто хочет присоединиться помочь как-то или сможет людей разместить у себя или знает где они могут разместиться потому что цель какая чтобы люди как можно больше соприкасались друг с другом то есть они не хотят в гостиницах размещаться потому что другая цель совсем и вот кто хочет опять же принять германцев у себя или в Питере или в Москве они даже на следующий год вроде в Крым хотят заехать милости прочим может мне написать сообщение на info собака zeival.ru и дать контакты и я это могу передать дальше или обратиться на сайт дружба.info уже непосредственно напрямую к ним хорошо я думаю что здесь надо более подробно нам пообщаться говорить какие-то нюансы и моменты для того чтобы не было неудобств в общении простых людей и выработать какую-то концепцию вообще взаимопонимания общения какие-то правила для того чтобы не было потом проблем потому что когда едут 200 человек на многомиллионную Россию это как бы так ну капля в море когда же уже поедет несколько десятков тысяч человек их надо где-то будет размещать каким-то образом что-либо делать доставлять куда-то и вот тут уже понадобится организационный некий ресурс а где есть организационный ресурс должны быть какие-то правила для того чтобы все было настроено налажено и вот тут необходимо будет общаться более подробно с учредителями с организаторами с действующими лицами и так далее так что идея хорошая но сейчас пока мы так о ней просто поговорили если будет необходимость наше участие то в этом случае будем ее дальше развивать совместно идем дальше вопрос в эфир от Михаила из Москвы Вячеслав как защищают права коренных жителей Германии в том числе при проведении выборов если у страны нет конституции никак не защищают что касается на выборах то я не до конца понимаю как это можно защитить права люди голос свой отдали и на этом считают что они внесли вклад для улучшения ситуации в Германии хотя это большая иллюзия а что касается права к примеру если какая-то происходит ситуация где пострадал или германий соответственно или приезжий ну мигрант так называемый или иностранный оккупант то во многом законодательство на стороне иностранного оккупанта коренное население страдает поэтому во многом они не защищены и их больше наказывают чем других слово оккупант наверное не совсем подходит потому что оккупант это все-таки кто вторгся и оккупирует то есть он забирает что-либо а здесь их пригласили дали квоты на въезд и как они могут быть оккупантами пришельцы пришельцы до слова подходят можно так сказать но опять же зависит от мышления потому что многие те кто из них приехал у них такое мышление что те рабы на них должны работать они им обязаны во многом обобщить если они говорят вы пришли к нам разрушили наши дома теперь платите ну там часть правды в этом есть конечно но не мы туда же НАТО посылали так ведь нас же тоже никто не спрашивал когда бомбили Ливию или Сирию все это соответственно делали мероприятия все эти поставлялось оружие мы то ничего не давали согласия хоть на Афганистан и все остальное то есть элиты поэтому я считаю их пригласила Меркель ну да ну пускай она их и к себе приглашает соответственно а не так то что они расселяют их по всей Германии соответственно и вот ну далеко ходить не будем недавно обыскали обыскали в Берлине вроде бы это было Мушей этот мечеть обыскали когда так она уже далеко давно уже по спискам соответственно там выявили и литературу и пособников все это таких точек по Германии это уйма просто та часть элиты которая за этими процессами тоже стоит она думает те экстремисты которых они сюда может так привезли они хотят использовать для своих целей расшатывание арабских стран других и запугивание коренного населения чтобы они сильно не вяркали потому что цель какая одна из целей это делать чипы дать чипы людям соответственно каждому опять еще больше контроля и для этого сейчас создают проблему завозят их сюда в массу они делают проблемы а потом говорят вы хотите спасения да хотите безопасности да так вот у нас для вас есть решение давайте каждому по чипу все будет под контролем и правильно говорят правильно говорят стадо требует учета хорошо но когда кстати вот эти мигранты как ты называешь оккупанты пришельцы они говорят то что вы же разрушили наши дома они отчасти правы потому что вы то не особо сопротивлялись не особо кричали на всех улицах и там были какие-то акции но они были настолько ничтожны что Меркель широко раскрывает объятия пожалуйста приходите но только когда народ к ней идет она в чем-то сторону отходит и этот народ идет уже в частные дома получается что как бы так соблазнить соблазнила сторонку отошла а теперь как хотите так и отрабатывайте но отчасти они правы если народ Германии был бы не согласен с тем что происходит в Ливии и в других странах где народ уже все разбомлено и народ в нищете но в этом случае он себя как-то проявил и не допустил этого раз народ молчал а молчание в данном случае как знак согласия воспринималось получите тогда распишитесь и будьте довольны так что вот такая ситуация печально печально факт но опять же в чем проблема люди германии сытые а у них есть что поесть крыша над головой и война в Сирии там в Афганистане это далеко где-то это их не касается когда я сколько ну лет пять наверное назад я людям говорил когда все это было арабское вот это весна все это я говорил людям очнитесь что там происходит дело времени народ сюда придет а это там далеко это нас не коснется так вот а это же что это же было спланировано чтобы людей миллионы сподвигнуть на переселение надо было что делать надо разрушить было их дома они и сделали сначала разрушили их дома каос им там устроили но они куда пошли более на житочный запад соответственно и это это все управляемо было это многие германии наконец-то начинают понимать это все и те пришельцы которых завезли сюда опять же я говорю им тоже вас используют как пушечное мясо просто-напросто для резни и все если вы хотите быть использован к этому ну используют пускай вас и так что же германцам я говорю если вы не очнетесь то вас повырезают просто-напросто и все заменят на других но благо люди просыпаются то есть для того чтобы произошло благо необходимо какая-нибудь неприятность людьми убрали сосиски в сторону отняли квартиру изнасиловали какую-то знакомую или жену или дочку внучку и вот тогда народ начинается задумываться что-то здесь не так мы же такие послушные мы же такие хорошие мы же ничего плохого никому не делаем почему нас грабят почему нас насилуют почему меня сосиски отбирают получается как-то фильм когда вышел планета обезьян я не смотрел честно говорю не смотрел просто так какие-то отрывочки попадались в трейлер или как это называется даже слов иностранных особо не знаю когда превьюшечки эти показывают я почему не смотрел этот фильм мне он неинтересен потому что этого не может быть в природе обезьяна соответствует тому климату и тем условиям проживания которые обеспечивают все ей не нужно эволюционировать у нее есть шерсть для того чтобы не мерзнуть у нее есть иммунитет чтобы есть что попало у нее есть необходимые физические возможности чтобы добывать себе пищу а человек этого всего лишен у него многого из того что есть обезьяна нету поэтому он вынужден себе делать крышу он вынужден себе делать одежду он добывать себе пищу другим способом должен и так далее и тому подобное вот когда мы представляли Европу такой сытой, как она была лет 20 назад, то, наверное, это вот как раз и была планета обезьян. Когда люди докатились до состояния, когда всё у них есть и больше ничего не надо. Такие довольно счастливые ходят, радостные. И когда вот эта напасть пришла на них, свалилась сверху в виде людей с другим цветом кожи, с другими волосами, говорящих на ином языке и с другим представлением о жизни, они вдруг зашевелились, вдруг поняли, что вот эта благость, она довольно-таки поверхностная, она как-то быстро расшатывается и рушится. Интересно, много ли там ещё надо пошатать, чтобы всё это дело разрушилось до основания? И люди осознали, что они как-то уже попали в очень неприятную ситуацию, пора как-то выгребать отсюда. Как думаешь? Что касается обезьян, то здесь я с такой точки зрения мы не произошли от обезьян, а многие деградируют к обезьянам, становятся обезьянами. Ну, так я про то и говорю, что сытый янодородит обезьян. Подтверждение? Конечно, просто подтверждение, вот просто хотел сказать то, что с своей точки зрения, да. Разрушить много ещё наверное придётся, потому что пока люди им показывают с ящика одно, это одно, а реальность это другая. Но она во многом то, что вещают СМИ, оно уже не соответствует реальности. Благо в Германии есть такие люди, которые допустим, создают карты, где те вот приезжие надебошировали, изнасиловали кого, что украли. И так если там посмотреть на эту карту, там волосы дубом становятся, что происходит, что уже сейчас в Германии происходит, и СМИ не освещают, а хотя они только так от официальных полицейских источников, можно сказать, отталкиваются. И наверное всё-таки должно произойти ещё несколько таких изнасилований, как в Кёльне на Новый год в том году, что в принципе это было такой черно-магический ритуал, который был проведён с одной стороны, потому что Кёльн и вот Кёльнардом, где-то церковь, это оно такое вот как мистическую роль оно играет вообще для германцев. И почему это там именно было произведено. С другой стороны, там был произведён тест на слаживание тех войск уже, как они могут слаженно работать или нет. И если может кто вспомнит, это было вроде в 2004-2005 году, когда данская газета вроде бы выпустила карикатуру на Мухаммеда. Это не что иное было, как тест просто посмотреть, как быстро можно мусульманское население вывезти на улицу. И они тогда увидели то, что это можно сделать относительно быстро. И, наверное, всё-таки это должно ещё несколько изнасилований произойти, убийств, пока люди не снимут розовые очки. Но всё равно есть люди, они до сих пор носят розовые очки, видят всё в розовом мире, а есть осознанные эти люди, которые называют себя антифашистами, то есть против фашистами, хотя являются на самом деле фашисты самые, они говорят в открытую, их главная цель это уничтожить Германию. Хотя они сами родились в Германии и являются немцами, но они настолько заложники своих идеологических убеждений, которые им кто-то внедрил, они работают над уничтожением Германии. Да, и работают хорошо, работают здорово, да. Ладно, идём дальше, идём дальше. Славе и реплика в эфир. Пока большая часть народа, чиновники, силовики, бюджетники, студенты и так далее, надо ещё армию, силовики, здесь указано, но армия как отдельно, да, и так далее, будут зависеть от государства, а эти люди будут зависеть от государства в любом случае, про честные выборы в том виде, как они сейчас проходят, говорить не приходится, заставят проголосовать как надо. Вот такая реплика. Дальше. Вопрос эфир от Олега из Иркутска. Здравия, Вячеслав, тебе, наверное, известна заповедь славянских богов. Каждое деяние человека той же мерой меряется. То есть, на том языке с людьми надо говорить, который они понимают. Мигранты ведут себя, мягко говоря, варварски. Отсюда с ними также надо разговаривать языком силы, а не телерастными полуметодами и при явном предательском молодушии местных властей. Есть ли сторонники такой позиции в Германии, в том числе и среди твоих знакомых? Благодарю. Ну-ка, давай, явки, квартиры, сдавай. В первую очередь, такой политики-то я. Я могу только за себя отвечать. Взять пример с изнасилованием в Кёльне на Новый год. Вот был бы, если бы я бы канцлер, что бы я бы сделал? Нет, подожди, ты хорошо начал. Взять, например, изнасилование. Так, ответная мера какая? Идти мигрантов насиловать? Был бы я канцлером, я бы вышел в Кёльн на главную площадь и давай насиловать мигрантов, так сразу напрашивается. Ну, ответная мера такая же. А те ближайшие миграционные хаймы, то есть, ну, вот эти вот места, где мигранты живут, в первую очередь надо было что сделать? Приехать туда и те, кто были, например, там ходили где-то или что, обраны, половину молодого населения надо было или людей этих, да, посадить в камеру, показать силу, опять же, то, что государство имеет на них власть, оно сильнее и проявить силу. А что было проявлено? Была проявлена слабость. На следующий день или два дня спустя вышли женщины и говорят, ну, права женщинам надо, а мужики что? Отсиживались дома. А потом, когда вышли мужики на улицу, это больше из такого, из фанатского контингента вышли, так против них проявили силу и водометы там и так далее. Задавить протест вот этот коренного населения, соответственно, а против этих приезжих, соответственно, проявили слабость. Поэтому, если было бы желание, к примеру, проявить силу, проявили бы. Также тоже, что касается с границами, когда пошел наплыв, они говорят, мы не можем контролировать границу. Да что за бред? В Германии столько полиции и столько правоохранительных структур, хватило бы на расстоянии одного метра друг от дружки поставить и заблокировать эту южную границу, уже надо было только блокировать, чтобы остановить это все. Специально открыли, поэтому, если было бы желание, проявили бы жесткую силу. Жесткую силу почему не проявляют? Каждый прекрасно понимает, что аппетит приходит во время еды, и вот им дают специально по облажке сейчас, чтобы они чувствовали себя новыми хозяевами здесь и больше и больше наглели, и тем самым еще больше загибали и запугивали коренное население. Поэтому, если была бы сила воли, как говорится, и желание, порядок бы навели, что касается них. В общем, да, навести порядок очень можно быстро и просто. Примеры тому не только в каких-то областях есть, но и в больших странах. Помнится, в Советском Союзе несколько раз, буквально там за два-три дня производились переселения. Я не могу сказать, хорошо это или плохо. В данном случае это не формат нашей сегодняшней передачи. Удержусь от этого, давать свои какие-то оценки. Но то, что в течение одного-двух дней переселялись целые народы в далекие места, это факт. Так что при желании, при большом количестве армии и полиции навести порядок, это не такая большая проблема. Видимо, это ж, как говорил Винни-Пух, неспроста. Значит, кому это очень-очень сильно надо. Виста, реплика в эфир. В России также у власти либералы. Пока они у нас правят, говорить будут только одно, а делать будут непотребное. Вот такая реплика. Так, Слави, вопрос в эфир. Группа американских ученых из школы медицины горы Синай, Нью-Йорка, под руководством Рэйчел Егуды, пришла к выводу, что сильнейшие психологические и физические травмы, вроде тех, что пережили люди, прошедшие через Холокост, могут в буквальном смысле передаваться по наследству. Дети, чьи родители пережили Холокост, несут в своих генах изменения, которые возникли у их родителей от пережитых потрясений. Статья об этом была опубликована в журнале, ой, опять английский слава, в одном журнале. Не кажется ли, что библейский народ не собирается слезать с немецкой шеи? Вот как-то так. Ну, а зачем слезать, если на шее там тепло и хорошо. Если корова дает молоко, то надо доить ее по полной, что и происходит. То есть, ты придерживаешься мнения, что это все специально накручивается, наворачивается, то же самое, как и с мигрантами. То есть, есть определенный такой заговор против германского народа? Не только против германского народа, я бы даже сказал против белой расы или расы в целом. Ну, белой, да, против них. Потому что у нас, у белых, у нас другое предназначение здесь на земле. И, если посмотреть, опять же, все 20-е столетие в принципе шло чистка тех знатных представителей белой расы, хоть это в России, хоть это в Германии, потому что кто на войне погибает, обычно лучшие и сильные самые, а слабые, дряхлые, слабаки, и они отсиживаются дома. Поэтому вот это уже на протяжении столетий идет. А если глубже, конечно, копануть, то это уже тысячелетиями идет. Но мы видим все-таки так, новая эпоха волка началась, и при этом новый отчет, новый космический и дело времени, и белая раса опять она обретет ту мощь, и когда люди просто-напросто поймут свое предназначение. Вот здесь вот мы, руссичи и германцы, мы одинаковые, что это. Вот когда у нас, вот мы живем сейчас, хоть в России, извините, во многом, я был в России в этом, четыре раза в этом году, как уже сказал, да, и в Крыму было, и в Сибири было, и в Москве, и смотрел. Во многом люди живут в полной же, а почему люди живут и бездействуют? Вот мы же, по идее, по духу, мы готовы горы свернуть, когда у нас есть определенная идея. Вот пока мы не создадим эту идею, которую будет людей вдохновлять на великие подвиги, мы будем в таком плачевном состоянии, а когда у нас появится эта всеобъемлющая идея, да мы горы свернем, причем за короткое время. Хорошо, хорошо, идем дальше. Вопрос в эфир от Виктора. Вячеслав, как с бытовыми отходами в Германии борются? Так, вызывают на ринг? Отход, выходи на ринг, будем с тобой бороться. Хорошо борются. Германия, из-за того, что она, во-первых, маленькая относительно по территории, то есть расстояние тысячу на тысячу, это вот, можно сказать, вся Германия. По русским размеркам это, конечно, смешно. на этой территории выживается порядка 82 миллионов людей. Вот у германцев во многом отлажены процессы хорошо и правильно, то есть порядок, чистота, и на это начинается от сортировки мусора. Вот мы, например, дома, мы делим мусор, биологический мусор, то есть отходы от продуктов, фруктов, овощей и так далее, повседневный такой мусор, клеенка или что-то такое, если бутылки те же самые, то это отдельно, пластика отдельно все это, и потом, когда это накапливается, соответственно, пластика и все такое, выезжается и уже выбрасывается это в нужные места, где это тоже уже сортировано, то есть сортировка и отходы, это очень ресурсоэкономно все происходит, потому что мало ресурсов и мало территории, если бы они так, как в России бы выкидывали на словалку все это, за пару лет загрязнили бы свою территорию, потому что территории мало, и этому русичи могут поучиться у германцев, в принципе, германцы могут многому чему хорошо у русичи поучиться, ну и русичи могут поучиться и перенять те или иные качества, и сортировка мусора, с нашей точки зрения, это одно из, что должно обязательно быть внедрено в Россию. Лучше всего вообще не мусорить, да? Вот сейчас, если так разобраться, в России, сейчас давай так с собой тоже разберемся, в России очень много того, что производится в Китае, это очень всего низкого качества, достаточно в большом количестве поступает, и, как я говорю уже неоднократно, как говорил уже неоднократно, Китай работает на помойке России, то есть Россия снабжает Китай сырьем, снабжает какими-то материалами, дальше Китай производит что-то для элиты в хорошем качестве, а ширпотреб идет в страны так называемого третьего мира, к которым сейчас Россия относится. И вот эти все изделия, они достаточно быстро выходят из строя, и где-то через два-три раза употребления многие из них оказываются на помойке, то есть помойки растут. Если же мы вспоминаем времена Советского Союза, то, во-первых, не было вот этих вот пластиковых упаковок, если приходил человек за сметаной, приходил, как правило, своим бетоном или с баночкой или с чем-то еще, если он покупал масло, то масло заворачивается в какую-то бумагу, а не в полиэтиленовом пакете еще чего-то и так далее, тому подобное. То есть не то, что в половину, в десятки раз отходов было меньше, и свалки не росли на глазах. Сейчас, если ехать по Москве, где-то по МКАДу, то мы можем видеть, как просто горы этих мусорных свалок, они поднимаются вверх, они растут, как грибы, потому что очень много отходов производится. Приходишь в магазин покупать какую-то там ручку, она там завернута во что-то, или покупаешь какую-то маленькую вещицу, она тоже там завернута во что-то, блистеры какие-то и так далее, которые неприменимы, куча пакетов и так далее, и тому подобное. То есть, мне кажется, здесь не то, чтобы надо начинать сортировать, а в первую очередь необходимо, помимо сортировки, в первую очередь, необходимо создать условия, когда мусора меньше будет в отходах. То есть, запретить продавать продукцию, которая создает мусор, запретить продавать продукцию, которая вредна, запретить продавать продукцию, которая неэффективна в быту и неэффективна в применении вообще человека. Вот, если такие шаги будут делаться, то количество мусора меньше сразу станет в разы. И, естественно, культура По разделению мусора Когда у тебя совсем его немножко Она будет повышаться Иначе, если сейчас начинать сортировать Как многие так думают Да что я тут замучаешься сортировать То есть каждый день русский человек Выносит по полным ведрам мусора На помойку В Советском Союзе Я не помню, чтобы каждый день бегали С мусорным ведром на помойку И выбрасывали Как-то там ходили Пол ведра было Только чтобы эти очистки не тухли Но так, чтобы по полному Большому пакету выносили каждый день Из каждой квартиры Я такого не припомню Так что это вот Можно я дополню? Здесь мы выходим Начали вроде бы с мусора Выходим на Мировоззренческий уровень Чтобы поменять это Надо не то, что запрещать Какие-то продажи тех или иных продуктов Потому что эта мера Она не поможет До конца Так, как надо Потому что У нас-то общество Какое сейчас? Потребительское Те производители Начиная от тех Кто добывает ресурсы Они заинтересованы Что потребляли больше нефти Заинтересованы Те производители Которые производят Тот или иной Пластик, пакеты Они заинтересованы Что было больше Заинтересованы Больше прибыли И-и-и То есть это очень много интересов Поэтому Чтобы это изменить И человечеству Это необходимо поменять Потому что Все-таки мы Сейчас На данный момент Человечество Во многом ведет себя Как паразит на земле Вот мы живем на земле И благодаря земле Все, что нам дает земля То мы имеем Хоть это одежда Или там вода Без разницы что Вот если земля Не будет давать То и мы Сами не сможем существовать Но чтобы это изменить Нужно поменять Полностью Отношение К ресурсам И природе И вот Ты привел пример Тот же самый Советский Союз Во многом Хорошие вещи были В Советском Союзе Но вот мы считаем Что Было бы желание И были внедрены Новые технологии Вот допустим Если взять Тоже самое Там обвертку Там Или еще что-либо Если ее бросил К примеру Там на дорогу Там или в лес Куда Она должна Сама Переработать Разложиться Разложиться Да То есть Человечество Должно учиться У природы Природа Не оставляет Отходов Там все Перерабатывается И вот К чему надо Стремиться К биологической Цивилизации Соответственно И Вот В этом И Одна из Плюсов Соответственно Русско-германского Союза Если русичи с германцами Объединятся То Такие технологии Намного Быстрее Внедрятся Но опять же Надо начинать С сознания С мышления Тут Такой анекдот Припомнили Да В времен Союза Стоит очередь В магазине Ну там Сметана Молоко И так далее Подходит Здесь девочка Написана Я помню Про мальчика Подходит Мальчик Такой Дурашливого вида Протягивает Бетон Продавщицу Говорит Мама сказала Бетон В метане Взять Ну продавщица Наливает Угу С тебя Три рубля Пятьдесят копеек Мама сказала Деньги В бетоне Вот Так что Было много чего интересного Есть что вспомнить Такие казусы тоже были Часто клали денежки В бетон Детям Это Это реальный случай жизни Так Славий Вопрос в эфир Правда ли информация Что в последнее время Все больше немцев Сваливает В кавычках Венгрию На постоянное место жительства Я могу сказать Не только в Венгрию Многие уезжают А уезжают в Россию И многие германцы Задаются вопросом Себе таким Что им делать Если ситуация ухудшится И многие рассматривают Россию Как Единственную Можно сказать Спокойную для себя Возможность Уехать И Многие В Германии Тоже Из коренного населения Учат русский язык Ну С одной стороны Чтобы объединиться Больше Чувствуют Росток К России Ну и с другой стороны Понимают Если вдруг Здесь запахнет Жареным Куда бежать В Россию Ну а вот опять же В этом году Я был в Москве И встречался с людьми Я Ну Я так скажу Русские националисты Да Ну Такие патриоты Я бы так бы сказал Они говорят Мы не заинтересованы В 60 миллионов Немцев У нас В России Мы хотим Чтобы вы оставались У вас там Но если у вас Жареным запахнет Мы прекрасно понимаем Куда Большая часть Из вас Рванет А мы не заинтересованы У нас своих Можно сказать Проблем Многие немцы Они понимают Что спасение Только они видят В уезде Из Германии С нашей точки зрения Это неправильно Но Надо То население Как говорится Где родился Там и пригодился Но многие Рассматривают Для себя даже Россию Куда уехать И уезжают Могу сказать Очень многие Вот Сейчас просто дополню В Германии Был такой случай Русский немец Его же звать Евгением Мартинс Вроде бы у него фамилия была Так вот Он Его даже посадили Потому что он Не захотел Чтобы его дочка Пошла на урок Где Сексуальному образованию Их так можно сказать Обучали Да Так он Соответственно Запретил И его посадили Так что он сделал Вот я вот недавно Читал новость Он перебрался В Новосибирскую область И своих у него Там или 9 Или 10 детей Забрал с собой Ты знаешь Когда говоришь Про то Что немцы Хотят Уехать Оставив Свою родную землю А русские Не понимают Родства И говорят Да куда вас девать Хотя территории Огромные Не обжитые Как-то мне в голову Приходит подтверждение В очередной раз Что как-то вот Дух потерян Этот славянский Наш Дух Потерян И Выбивали его Очень и очень Долго В войне Как ты правильно сказал Погибают сначала Лучшие Которые становятся На защиту Отечества На защиту Своей родины Своей семьи Они в первых рядах И они гибнут Больше всего До Конца Доживают Не так много Хороших людей Всякие крысята Всякие негодяи Слабые духом Они там за спинами Отсиживаются В тылу И потом Плодятся Плодятся И к сожалению Вот эти две войны Которые были Между Россией и Германией Первая и Вторая Мировая Они мне кажется Очень сильно повлияли На генотипы И германцев И русичей Очень много Добрых людей Было выбито Вот так и есть Вот это очень печально Это Меня как-то так Настораживает А что будет дальше Потому что Если уж германцы Такие Арийцы Витязи Бегут С своей земли Это вопрос А германцы ли это Если уж русские Не понимают Русичи Что Это братья Ну тогда Меня еще больше Это настораживает Ну Михалик Знание И информация Об этом Она Просачивается И все больше людей И в Германии И в России Осознают это И то Единство То родство Которое Было Потеряно Столетиями назад Я бы даже Уже это сказал Оно все равно Воссоединится И Та была Русь Которая Хоть и тартария Или как называли Она рано или поздно Все равно Возродиться Вопрос Эфир от Антона Что можешь поведать О запрете Газовых баллончиков Из-за мигрантов Запрета нет Насколько я знаю Наоборот Количество продаж Увеличилось И многие Начали покупать Женщины Во многом Начали покупать Газовые баллончики Чтобы защитить Сами Так вот Ты сейчас сказал О германцах О витязях То же самое Дух Я у германцев Спрашиваю Мужики А у вас яйца В штанах Еще есть Если вы Не можете Защитить Своих жен И прячетесь За них Сами То что вы Хотите Ваши жены Будут там Дальше Терзать И насиловать И все остальное Так вот Опять же Ситуация С приезжим Сейчас Я думаю Она все таки Пойдет во благо Германцам Потому что С помощью Ситуации Их Зажмут В жесткие Рамки Определенно Где они Вынуждены Будут Снова Обрети Свою силу Обрети Свои корни И встать На защиту Своих жен И своих Семей И земель Соответственно А если Они этого Не сделают Ну Выкинут Их на помойку Истории И все И будем Когда-то Будет Книжка Писать Жили когда-то На европейском Континенте Народы Называющие Германцы Германские Народы Жили Были Жили Были Ганс и Фридрих Да Так вот Я надеюсь Этого не будет А все таки Наши тут Наоборот Золотые времена И Многие На это Работают И в Германии И в России В том числе И Ну надо Чтобы как можно Больше людей Подключалось К этому К распространению Информацию Потому что В первую очередь Идет Информационная Война И такие люди Вот как Дмитрий Таран Которого я тоже Лично знаю Благодаря которому Вот мы И сделаем Сейчас этот эфир Потому что Я увидел У него Тебя туда Алексей И поэтому Вышел на тебя Тоже Как Дмитрий Таран И многие другие Они ведут Правильную Правильную Работа занимается Как и вот И вы В принципе Занимаетесь Это Сейчас Наши точки зрения Это важнейшая Работа Распространение Неправильной Информации И что От себя Просто хочу Поблагодарить Тебя Алексей И всю твою Команду За то Что вы делаете Тимура И его команда Салютуют Хорошо Идем дальше Вопрос эфир От Антона Что можешь Поведать О книге 6 миллионов Потерянные И найденные Из И каково Отношение К ней В Германии Ни разу Не слышал Такой книги 6 миллионов Цифры Ни на что Не мысли Я как раз Понимаю На что Это намекает Но о такой Книге Которую ты Сказал Я о ней Не слышал Но в Германии Многие люди Ставят под вопрос Тему вообще Холокост Они говорят Что Холокоста Как такового Не было И вот Недавно Осудили женщину Ей 80 с лишним Лет Вроде бы даже Она официально Заявляет Что Холокоста Не было В той форме Как его Преподносит 6 миллионами Ее посадили И за отрицание Холокоста В Германию Сажают Ты знаешь За отрицание Холокоста Сажают Не только В Германии Могу представить И тот параграф В России Какой там 228 282 282 Но там Немножко Другое Там Немножко Другое Все-таки 282 Это унижение Обоскорбление Принижение Развязывание И так далее Там Статья-то В принципе Правильная Хорошая Но применяется Она очень часто В В одном направлении Как-то Однобоко Вот Так что А еще Учитывая Что Я не знаю Многие Как-то Может быть Не догадываются Что Казалось бы СССР Плановая экономика Раньше была И все И ругали Но вот Планы Остались Остались Планы Но только Не в экономике Вот По большому счету Когда каждый винтик Должен быть подсчитан А с точки зрения Каких-то делопроизводств Не так давно Общался с человеком Который вхож В круги Определенные И он сказал Что В конце каждого года Нам спускаются планы Сколько Необходимо Дел открыть Сколько Необходимо Сделать этого Сколько Необходимо Осудить И Если В прошлом году У тебя был показатель Вот такой И в этом Он меньше Или равен тому Это будет Приравенеться к тому Что ты Не выполняешь Свою работу Качественно Вот Естественно Что появляются Совершенно Идиотские Возбужденные Дела Которые Яйца Выденного Не стоят Раньше Я не понимал До тех пор Пока не пообщался Сейчас понимаю Когда К примеру Выступает Группа Аура мира Появляется Какой-то Добрый дядя Тычет Всем В нос Красный Красным Удостоверением Говорит Что все Концерт Закончен Пройдемте Для объяснения Почему у вас Такие символы Изображены Вот Или там Почему у вас На машине Вот это Почему вы Говорите Вот это Почему И так далее Почему Это Как бы Ответ На вот такие Планы Которые Сбрасываются Сверху Если серьезных Преступлений Раскрыть Не удается А они Серьезные На самом деле Они могут Повлиять На экономику Страны Потому что Серьезные преступления Там где Миллиарды Крутятся Вот И там Все знакомые В большинстве В своем случае Их трогать нельзя То надо Этот план Отрабатывать Каким-то Другими способами Поэтому Ищутся Такие простые Бытовые дела Ищутся Какие-то Дела По 282 Или с намеком Естественно Что Те Кто эти дела Возбуждают Или те Кто осуждают Они прекрасно Понимают Что это все Несерьезно Поэтому Спустя рукава Они к этому Всему относятся То есть Как бы так Людей привели В участок Составили протокол Дальше Чай попили Отпустили Большинство случаев Это заканчивается тем То есть Здравомыслящие люди Там есть Но То что Такие планы Спускаются В различные Министерства Это Ну Несколько ужасно Так что Когда ты говоришь Что кого-то там Судили за отрицание Меня это не удивляет Потому что Помимо здравомыслящих Каких-то людей Во властях Есть еще и те Которые не здравомыслящие Они просто Исполняют Как им кажется Свой долг Не задумываясь О том К чему это все Может привести Но такая печаль Как присутствует Так что Да Идем дальше Дальше Антон Уточняет Что можешь повидать О Дании Что Германия Платит Израилю Дань есть Германия Допустим Германия Поставила уже Пять или шесть Подводных лодок Израилю Подарила Деньги Как говорится Государство не обеднеет Так и тут Понятно Понятно Идем дальше Вопрос Это реплика От Славия Когда русско-германский Союз создавать будете Про нас Белорусов Не забудьте Не забудем? Обязательно Не забудем Белоруссия Играет Очень важную роль В создании Русско-германского Союза Чтобы это понять Надо Представить Карту себе Евразийского Континента Джордж Фридман Директор Стратфорд Он как раз Сказал Что Америка Добивалась Чтобы не было Никак союза Между Россией И Германией Для этого Они в принципе Создали Антирусский коридор Начиная от Прибалтийских стран И вниз До Болгарии И вот Украина Это как раз В этом коридоре Находится Этот клин Они создали Чтобы не было Союза В первую очередь Между Германией И Россией Так вот Союз Он будет создаваться Как из Германии И с Россией Но вот в этом Клину Как раз Посередине Есть все-таки Государство Это Белоруссия Которая как Про Российский Так и Про Германский Настроена Поэтому И в Белоруссии Я знаю Есть люди Как Допустим Андрей Аркадьевич Иванов Небезызвестный Человек Белоруссии Он Как и многие Другие Приветствует Русско-Германский Союз И поэтому Белоруса Ждет тоже Очень важная Задача В будущем Вот здесь Реплика Появилась Как ты сказал Что не знаешь Здесь сразу А я читал Много чего Есть интересного В этой книге Идем дальше Идем дальше Вопрос эфира От Олега Из Иркутска Вячеслав У тебя По моему мнению Слишком поверхностное Отношение К властям России И Путину Соответственно Ведь Путин Не Россия Страна Была до него И будет после него На Руси сейчас У нас 70% Людей В черте бедности Те же мигранты Бессмысленная И несанкционированная Война в Сирии И в то же время Предательство Русских братьев Русской весны На Донбассе Которые Уже Два с половиной года Под бомбежками Кровавого Порошенко Который С подачи Владимира Владимировича Еще и стал уже Уважаемым Партнером И еще Много проблем И власти Даже судя По последним Фальсифицированным выборам Поддерживают Только четверть Населения В России На сей момент Олигархические Термовладельческий Строй И президент Выполняет Их чаяние Все что показывают Средства массовой информации Людям в Европе И в самой Руси Это кукольный театр Встречался ли ты С подобным мнением О положении Дел в жизни народа России Благодарю Вот такое мнение От Олега Из Иркутска Встречался Конечно И с таким мнением Что и Путин Предатель И Что сейчас человек Это описал Есть и такое Конечно Мнение В России Но все-таки Что касается Владимира Владимировича Я уже больше Десяти лет Занимаюсь Тем что он Говорит Отслеживаю Это Понимаю И между строк Читаю Вот Я бы просто Чтобы далеко Не углубляться Я скажу Давайте на секундочку Представим Вот Если бы Не было Владимира Владимировича Ельцин бы Не его поставил А поставил Кого-нибудь другого Те олигархические Структуры Они соответственно Не Путина бы поставили А поставили Допустим Кудрина там Или еще кого Ну без разницы Из тех либералов Тех времен То Я гарантирую Российской Федерации Уже как таковой Бы не было Потому что Были в 90-е годы Запущены Такие процессы Что После уничтожения Советского Союза Дело времени И не было бы Уже и Российской Федерации Как таковой Были бы Много В кавычках Демократических Республик На Евразийском континенте Так вот Как раз Путин С нашей точки зрения Он остановил Развала Российской Федерации И в первые годы Как раз Собирал Ее удерживал Чтобы она Не разбежалась И Играет На Глобальном Уровении Опять же С нашей точки зрения Путин Это не просто Какой-то политик Который пришел И уйдет Если даже Взять его имя И проанализировать Владимир Владимирович Путин Вот я Германцам Объясняю Меня тоже Многие спрашивают Кто такой Путин Я им отвечаю Просто Путин Он плавает С акулами Ну чтобы Акулы не сожрали И взять Взять его имя То же самое Вот разбить Если Владимир Владимирович Путин То есть Владимир Это тот Кто Пример Владу С миром У него В имени Его и Очстве Влад и мир Присутствуют Два раза Его можно Хоть так и так Расширировать То есть Это тот Кто Владу С миром Владеет Миром И показывает Путин Что Путь показывает Новый Если у человека На самом деле Будет отслеживать То что Путин и говорит И делает То Владимир Владимирович Высказывает Даже Пророческие Идеи И мысли Поэтому Это не просто Политик А управление С глобального Уровня И на Исторической Перспективе Это Еще и Столетиями Спустя Будут Говорить О Путине И анализировать То что Он когда-то Говорил И делал А что Касается Состояния Общества Олигархической Системы Вопрос Такой Это Разве Путин Создал Во всем Путин Виноват Путин Работает В той Системе Куда Его Поставили Он Ее Не Разрушает Потому Что Это Можно Было Легко 95% Губернаторов Позакрывать Потому Что Они Воруют Практически Все Поэтому Владимир Владимирович Он делает Важную Роль Он дает Время Людям Сейчас Чтобы Они Пришли Во властные Структуры И Заменили Тех Управленцев Которые На рубеже 90-х Пришли Либералы Только Задача В чем Идти Во власть А Многие Не хотят Идти Типа Политика Якобы Грязное Дело Так Это Мир Который Надо Разрушать И Мы Призываем Идти Во власть Брать Ответственность На себя Не Отсиживаться Так Хорошо Идем Дальше Владимир Пишет Война Это Способ Богатых Людей Защитить Свои Интересы Посылая Детей Среднего И Бедного Класса На смерть Такая Реплика Сразу Цой Сминается Война Дело Молодых Средство Против Морщин Елена 777 Вопрос Эфир Есть ли в Германии Современные Писатели Или Общественные деятели У которых Есть Такое Мощное Мощное Такие Мощные Произведения Как Гитлер Майн камф И Вообще Отношение К этой Книге Какое У тебя Майн камф Сам лично Пока не читал Собираюсь Прочитать И его Тоже Как и Библию Прочитал И другие Книги Как и Коран Правда Не до конца И веды И Мое Мнение Такое Вообще Не должно Быть Каких-то Запрещенных Книг Господин Ефимов Он правильно Говорил Советский Союз Победил Германию На шестом Приоритете А Идеологически Фашизм До сих пор Существует И нацизм Так как Его победить Если его Не анализировать И Не разбирать Эти идеи Соответственно Потому что Идею Может победить Только еще Более Мощная Идея А что Касается Писателей Таких Которых Создавали В Германии Много писателей Книг Много издаются Но Пока На данный момент Я не вижу Ту идею И тех людей Которые бы Создали На самом деле Такую Всеобъемлющую И мощную Идею Которую Каждый Мог бы Понять Легко Соответственно Прочитать Понять Что от него Требуется И как он Может Посодействовать Для достижения Этой идеи А что касается Майнкамф Опять же Многие даже Из Германцев Они Хранят Оригинал Даже Майнкамф По наследству Это не передается Еще У многих есть Но опять же Как я уже сказал Фрагментарно Читал Полностью Не читал Поэтому Не могу Компетентно Ответить На этот вопрос Идем дальше Два вопроса Которые Сведятся К сельскому Хозяйству Елена 777 Есть ли в Германии Приусадебные участки Или фермерские хозяйства И Антон Пишет Германцы Сады Придомовые Содержат Если да Удобряют ли их Отходами Как газеты Очистки И так далее Что перегнивает Что касается Приусадебных участков В Германии По многому Земля дорогая И многие Они имеют дом К примеру И небольшой Участочек Но и на этом Участке Опять же Они не высаживают Огурцы Помидоры И деревья Не сажают А держат Это как газон Так для красоты Но В Германии Существует Другое течение И в этом Посодействовали Книги Анастасии У Анастасии Владимира Мегре Они Также переведены На германский язык И Сообщество Единомышленников Вот как раз Такого образа Жизни И мышления На своей земле Сады И-и-и Оно в Германии Набирает все больше И больше оборотов И многие люди Даже не зная Книг Анастасии Они уже живут В своих родовых Поместьях В Германии Уже А многие Когда прочитали Это Получили просто Подтверждение Еще Что они делают Правильно И начали Еще с более Огромным Энтузиазмом Реализовать То есть Создавать Свой кусочек Родины И распространять Эти знания И вот Многие Даже я знаю Прекрасно У меня брат В свое время Жил в поселении Ведрусия В Краснодарском Крае Так туда Приезжали люди Даже вот Ведрусию Чтобы посмотреть Как люди живут На своей земле Как это В реале Можно так сказать Вот Люди В Германии Те кто живут На земле У многих Есть свои участки Есть и сады Тоже Но Это еще С былых времен Можно так сказать А вот Актуальное время Меньше конечно Это становится Потому что За ними Надо ухаживать И для многих Зачем это выращивать Если есть в магазине Эти продукты Ну Был вопрос Просто о качестве Продуктов В Германии Конечно Есть качественные Продукты Но И они Теряют С каждым годом Свой Энергетический Потенциал Потому что Если посмотреть То яблоко Которое Кушает Сейчас Потребитель Оно уже Давно не имеет Тех витаминов Как 10-15 лет Назад Соответственно Поэтому Многие опять Приходят к тому Что надо самому Выращивать Свои собственные Продукты А те Кто еще Тем более Опять же Просто Прочитали книги Анастасии Еще более Осознанно Подходят К этому вопросу Скоро В общем Германии Зазвенит Звенящими Кедрами Хорошо Вот когда ты говоришь Про то Что маленькие Участочки Мне вспоминается 17-го Весны Штирлиц Когда он Приезжал В свой Такой дом Рядом С Берлином Или как Тогда еще Часть Берлина Может была Когда там Заезд у нее Был домик И такой маленький Участочек Вот наверное Это как раз Те самые участки О которых ты говоришь Что они остались Еще с тех пор Да Да Хорошо Как-то у нас Зашел разговор С разными людьми Неоднократно Заходят разговоры И один человек Высказал такую теорию Он сказал Вы знаете Что Мегре В принципе Он сделал конечно Все здорово Написал красивые книги Персонаж Анастасии Выдуман Все здорово Отлично Но сейчас Раскручивают Мегре Как альтернативу Движения хиппи То есть Увода людей От реальности Когда люди Замыкают В своем пространстве У них Такие же Как у хиппи Утопические идеи Мысли Они там Поют песни Занимаются Очень интересными Хорошими делами Все художники Все прям такие Восторженные Но на самом деле Это увод от жизни На самом деле Это всего лишь Отвлечение внимания И как многие хиппи В свое время Став повзрослев Разочаровались В этом движении Так и многие люди Которые Увлеклись Идеологией Мегре Когда они Сталкиваются С бытовыми Какими-то проблемами Сельской жизни Они как-то Разочаровываются И через несколько лет Эти вот Общины Так называемые Поселения Они начинают Разваливаться Потому что Идея Проживания В экологически Чистом месте Есть А вот Форма Существования Она Отсутствует И поэтому Это в свою очередь Как и хиппи Приведет К развалу Вот Я не хочу Свою точку зрения Здесь высказывать Это Слюшина все передала Слова этого человека Скажи пожалуйста Что на твой взгляд Вообще Анастасийское движение Современное Ослеживал ли ты Анастасийское движение Когда он только появилось И как ты думаешь К чему это Приведет Если будет развиваться В том виде Как оно сейчас есть Тем более Уже с переводом На Другие языки Кроме русского Это Возможность Есть конечно Что Идея О Анастасии Она была Осознанно Вброшена Чтоб Людей Увести На Я бы сказал На ложный Путь развития Потому что Конечно У многих Сначала была Эйфория Ах Поехать Куда-то Жить в экологическом Чистом месте И все это Будет само по себе Многие Столкнулись С реалью Надо жить на что-то Семью кормить И просто так На земле Себя не прокормишь Уже сейчас И Здесь Я все-таки считаю Люди Отфильтруют Сами для себя Где истина Как говорится А где ложка дегтя В этом во всем Но Чтоб Это движение Не ушло Ну как В ложное русло Рекомендую Во-первых Людям изучать Концепцию Общественной безопасности Где Раскрываются Многие Управленческие Элементы А во-вторых Чтоб Это течение В России В первую очередь Не ушло В ненужном направлении То Русищам не хватает Германского Ордн То есть Порядка Вот у германцев Как раз Вот есть Такое качество Они Если берутся У них Все по полочкам Должно быть Четко прописано Как И как должно Поселение быть И вот Я только помню Хоть мои предки Жили в Сибири Но Я вот По разговорам Знаю Те кто в Казахстане Жил допустим Да какие были там Немецкие поселения Так там была чистота Идеальные И здания Были все как надо Что казахи Они с удовольствием Потом уже Заезжали Именно вот в эти Вот германские дома Потому что Они были построены Качественно Ну и все остальное И Так же Тоже и здесь Если вот И русскую Широту Души И вот Германский порядок Такую логичность И практичность Объединить И идею Анастасии Внедрить В том числе Я считаю Она обязательна У нее есть Перспективы Колоссальные Причем И Наше мнение Такое Что это И естественный Образ жизни Человека Жить на земле Но только Уехать куда-то И надеяться Что система Не тронет То это конечно Иллюзорно Потому что Рано или поздно Может прийти Другой дядя Передвернуть Передвернуть Там автомат Сказать Моя земля Вали отсюда Так вот Как раз Чтобы этого Не произошло Надо И заниматься И глобальной политикой В том числе Разбираться И Такое Должно С нашей точки зрения Быть принято На законодательном Уровне Вот в России Сейчас Дают гектар Например Дальневосточный Или в других регионах Ходи В Кемерово И в других Но Дать гектар Это не проблема В России Земли хватает А Нужно же дом построить То есть Должно финансирование Быть правильное Должна быть Определенная концепция То есть Это должно быть Должно быть На государственном уровне Внедрена Концепция Развития России И у России Огромнейший потенциал Чтобы снабдить Я бы даже сказал Пол мира Если не весь мир Экологически Чистыми продуктами И в принципе Россия идет По этому пути С нашей точки зрения В чем По содействию Так что же Вот эти вот Поселения Согласен с тобой И с тем Что в любой момент Если не обращать Внимание На то Что происходит Вокруг тебя Может появиться Смуглый дядя С бородой И с ножом Или с пистолетом Или с автоматом Или чем-то еще И сказать На ломаном немецком На ломаном русском Или каком-то другом языке О том Что теперь Это земля его И ваши кедры Или ваши капуста Или что вы там еще Выращиваете Это тоже теперь Будет его А вы все будете Здесь работать И он еще посмотрит Насколько вы хорошо Работаете То есть Недостаточно Только представления О том Что все должно быть хорошо Еще необходимо Делать всесторонне Так чтобы было хорошо Учитывая те реалии мира Учитывая те подвижки Которые в мире существуют Учитывая То направление Которым необходимо двигаться Вот когда вы все вместе Это складываете Ну вот тогда В общем-то Все и происходит Как должно происходить И вот еще Здесь две реплики От Владимира Изматеевича Германия Германия Нет больше Германии Съели англосаксы Турки и арабы Китайцы скупили Куку Или куку Это крышка Нет больше Германии Вот такое у него Упадническое настроение У Владимира Изматеевича По поводу Германии Ну Германию хоронить поздно Рано Ой, рано Извиняюсь Рано хоронить ее Потому что она Есть И Германия Локомотив Европейского Союза И играет И на всем евразийском Контингене В принципе во всем мире Она играет важную роль Если посмотреть Кого любят В миру Это во многом Это вот русских За то, что за одеяния Хоть люди видят Что Россия в Сирии делает И в других Странах Соответственно Помогает И так же тоже Германцы Если к ним Тоже относятся В принципе хорошо В большинстве Странах мира И у Германии Есть огромнейший Потенциал Для дальнейшего Развития Но Не технического Вот у германцев У них Все-таки Как и у других Любых народов У них есть тоже Генетическая память И когда Затрагиваются Более глубокие Пласты Прошлого То тогда Просыпается Генетическая память Вплоть до того Что мурашки по коже И все остальное И у германцев Есть такое Высказывание Что Германия Это Das Land De Denkundichter То есть Германия Это страна Думающих Людей И писателей И это Не просто так Это высказывание В этом Глубокий смысл А что касается Покупки Кука То есть Те кто не знает Это Один из Выдающихся Эта компания Она Одна из выдающихся Что касается Роботизации Роботов Для машиностроения Для других Конечно Китайцы Это купили Но надо понимать Китай готовит Глобальные Элиты На смену Американцам То есть Соединенным Штатам Америки Почему Китай Поднимают И передают туда Часть технологий Поэтому Это не все Просто так происходит Но те Компании Даже Которые Понимают Что в Китае Идет сейчас Трансфер Технологий А рано или поздно Та же самая Продукция Она пойдет В Китай В Европу Они Определенные Компании Не продают Даже на законодательном Уровне Запрещают Продажу Понятно Ну что ж Все вопросы Реплики Я озвучил Те которые подходят Для эфира И по теме эфира Переписку Естественно Я все не буду читать Из чата У нас есть возможность Подвести итог Сегодняшней нашей встречи Сказать что-то По теме И вообще пожелать Что-то хорошее Учитывая И саму нашу тему И то что Заканчивается Год Такой Для кого-то Очень непростой Пожалуйста Предлагаю тебе Высказаться Во-первых Хочу поблагодарить тебя Алексея За предоставление Возможности Сделать совместный эфир И Рассказать О Русско-германском Союзе Ну а Остальным Всему слушающим Хочу Просто пожелать Хорошего Вхождения В 2017 Просто И будьте уверены Все что не идет Все к лучшему Наши боги Предки Знают Что для нас Хорошо И Просто ждут От нас Действия В этой реальности И когда мы Все поймем Совместно Что У бога нет Рук кроме наших Чтобы пока мы Это не начнем Делать Ждать От кого-то Что он Начнет действовать В нужном Нам Направлении Это глупо И Просто Хочу пожелать Чтобы каждый Работал над собой Дальше И Был уверен Все будет Хорошо И Когда появится Идея У нас Мы Свернем Горы Потому что Это наше Предназначение Опять же Внести Знания В мир И Пожелаю Просто Чтобы люди Те кто услышали Сегодняшний эфир Может Или услышат В записи Это Если Им идея Нравится Пускай Несут Это тоже Разговаривают Со своими близкими Знакомыми Спрашивают Об этом Как они Думают Что они Думают Об этом Плюсы Минусы Чем больше Будет людей Об этом Думать Накачиваться Матрица Будет Тем быстрее Это реализуется В этой Реальности От себя Опять же Еще тоже Хочу сказать Что Мы русичи Германцы Мы Один род У нас Один род И Когда мы Это поймем Что На протяжении Столетий Уже Травливая Третья Группа Потирает Руки И Проживаются Рано или поздно Этому Должно Прийти Конец И Все зависит От нас Будет ли Третий раз Конфликт Между Россией И Германией Или все-таки Хоть в третий раз Германцы И русичи Будут умнее И начнут Созидательно Трудиться Во благо Своих родов И всего Человечества И будущее За русско-германским Союзом И вместе Мы Преобразим Ситуацию В мире К лучшему На земле Я это уверен На 100% Желаю Всем благ Всего хорошего Низки Покон И успеха В жизни И желаю Прекрасного 2017 года Я чувствую Он будет Замечательный И успешный Благодарю тебя Здесь напрашивается Такой слоган Пока мы едины Мы не победимы Если Вы Вспомните О том Что происходило Раньше Те войны Которые Между Россией И Германией Происходили Вы Наверное Невольно Если будете Вникать В этот вопрос Поймайте Все на мысли Что они были Все искусственно Созданные Специально Два народа Сильных Могучих Разумных Доводили До состояния Ненависти Когда Здравомыслие Пропадало И выбивали Самых лучших И самых достойных Для того Чтобы Себе Подчинить Этих людей Через людей Подчинить Себе Земли Забрать И так далее И тому подобное Поэтому До тех пор Пока мы Ведемся На Вот Эти Всякие Вбросы Разводящие Нас Как внутри Страны Так и На международном Уровне С братьями Мы будем Биты Будет нам Всем Очень плохо И никакого Достойного Будущего Нам никто Не даст Поэтому Перестаньте Играть Мускулами Перестаньте Брятцать Оружием Перестаньте Выбрасывать Всякие Лозунги Против Ваших Братьев Ищите Взаимопонимание Только так Мы можем Стать сильными Только так Мы можем Себе Обеспечить Будущее И Сделать Те державы Или ту Державу О которой Уже Очень долго И постоянно Говорят В разных Местах Нашего Мира Существующие Без Уничтожения Без Унижения Народов Существующие По праве От себя Скажу Еще Что Это Завершающий Живой эфир В уходящем Году 2000 Пока Еще 16 Но Это Не Означает Что Эфиры Никакие Проводиться Не Будут Приготовлена Целая Программа На Праздничные Куршавельские Каникулы Как тот Называет Будут И Голосные Выпуски Во вся Случа Надеюсь Будут И Субботние Эфиры И Вот Так Небольшой Но я сейчас проведу В ближайшую Субботу 31 Будет Передача Елены Андреевой Екатерины Нагаевой Пространство Женщины Осознанные Роды Беременность Четвертая Уже часть Мир Яви Темной Нави Потом Дальше Воскресенье Ожидает Новости Славянского Мира Дальше Запись Эфира С Юрием Лодиным Праздники Для здоровья Очень интересная Передача Это Первое число Будет 1 января Потом 2 января Лада Ведунья Расскажет О гадании В зимние праздники Во вторник 3 января Всеслав Глоба Январские Праздники Славян Тоже там Интересно Поговорили В среду 4 января Дарислав Стариков Образование Через сказочные Образы Тоже На мой взгляд Получилась Удачная Передача Дальше Александр Жарков Еще не очень Хорошо знакомый Нашим радиослушателям Но Уверяю вас Человек Здравомыслящий И обладающий Некоторыми Возможностями Имеющий Определенные Способности Славянские праздники Как секреты Долголетия Дальше 6 января Лобов Валерий Михайлович Тайны сказок Пушкина Первая часть Тоже Тоже Довольно Любопытный Подход У него И дальше В субботу 7 января Елена Андреева И Ольга Коновалова В передаче Пространство Женщины Поговорят О куклах В жизни Человека О тех самых Насыщенная программа В 12 и в 20 часов По Москве Будут эти передачи Выходить в эфир Уже они все Подготовлены Уже они все Забиты передо мной Забиты в сетку вещания Передо мной Сетка вещания эфира Так что все Подготовлено Осталось только Вам вовремя прийти Включить Свои Плеера И слушать Что там Говорят Естественно Обратная связь Предлагаю все-таки Обратную связь Как-то Включать И нам Писать Свои реакции Свои впечатления О программах Потому что Без обратной связи Ничего хорошего У нас не получится В заключение Напомню Что сегодня По одному Из современных Календарей 29 декабря 2016 года Четверг По одному Из старинных 19 день Месяца Божественного сияния Покоя мира 7525 лета Третийник Перспектива Русско-германских Отношений Такова была тема Сегодняшнего Нашего живого эфира Вячеслав Васильевич Сейвальд Автор Соведущий Очень Открыто Поведал нам О том Что знает Очень Открыто Отвечал На ваши вопросы Благодарю Всех Кто участвовал В чате Народнославянского радио Поддерживали нас Своими вопросами Ну а тебя Вячеслав Благодарю От души За вот такую Премьеру На Народнославянском радио За такой Дебют Или Поро сказать Первое выступление Хорошую дорожку Ториш Желаю тебе успеха В твоих Очень полезных И важных делах Желаю тебе Объединения С братьями По Смыслу жизни По крови Желаю тебе Развиваться И помогать Развивать других И в свою очередь По возможности Чем смогу Тем помогу Я думаю Я думаю Что соратники Народнославянского радио Также присоединятся При необходимости К этому Замечательному Русско-германскому Проекту Пора Пора Возвращаться На круги Своя Друзья мои Вот на этой Позитивной ноте Прощаюсь с вами Желаю вам всего Самого-самого Хорошего До новых встреч Друзья мои Услышимся Редактор субтитров А.Семкин